добрый день какой-то у тебя совершенно фантастический цвет добрый день просто бордово-закат я не знаю оранжевый цвет у меня жалюзи оранжевые нет но я наверное видео отключу что-то не пугать людей нет 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 очень даже хорошо нет нет вид очень хороший прям на такой сильный центре управления там да ладно будем считать раз я из мордора то такой цвет годится во-первых не из мордора из мордора мордор точно не так как заказалась я тоже думал что мордор но я никак не могу это доказать какие какие у нас основания что-то мордор нет но все-таки это какой-то это наверное диалект какого-нибудь там эльфийского языка которые испортили вот эти самые жители вот этого места до такого это надо спрашивать специалистов ну специалисты писал надо просто посмотреть более внимательно что он там в комментариях писал про ударение у меня с ударением в принципе проблема ну скажем так википедия по крайней мере английская по крайней мере уверенно что это мордор ну хорошо а вот действительно откуда они знают это же такой чистописьменный язык это надо изучать нет но у толкина довольно много комментариев по поводу языка не удивлюсь если там и про ударение что-то я уже просто не помню я давно читал письменный то он письменный но он и и описанный при этом где видно что ударение я сейчас нашел тот самый статью английской там вроде никакого про нанст мордор а где там видно что ударение там как бы там апостроф стоит вначале одни в серии а на м как бы да 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 это я не заметил до что говорит узкая википедия тот тоже говорит что мордор ну вряд ли она говорит что другое названо крупное приполярное пятно на спутника плутона хороним якобы мордор это на слух похоже на какой-нибудь там дорожного управления мордовская ну да так но и есть привет меня привет 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 да я руслан тоже только он не включил микрофон можем сделать смотри чего меня видишь вижу я протягиваю руку да и рука протягивается кусла а я не понял это это вы в сочи сейчас сидите и не мы сейчас москве уже в москве может быть я звук у себя включил сейчас я буду слышать а я могу кстати мы тут просто его все равно обоих слышно обоих слышно конечно тебе слышно если у вас нет эхо то и хорошо эхо нет мы просто на два ноута если рядом интерференция полнейшая нет включать включать их нельзя так короче нас ладно нет сейчас у вас слышно чуть хуже нормально слышно руслана может быть чуть-чуть хуже тоже вполне приемлемо то есть оставлю вот так вот поближе но у нас и не так были не такие докладки которые ну кто из вас будет чаще говорить тому надо мы знаете что сделаем я не знаю мы можем просто будем меняться да можете меняться так для понимания сколько у нас времени нет полтора часа но если это постепенно перейдет в такое чаепитие неформальное то долго нет вот другой вопрос если кто-нибудь кто из издар anyone who whole thing Success но уйдут инглэш ничего себе а шаги мне не мне все равно я просто тукан истинг смешно на 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 или вот это самое некоторые по-испански могу сказать но обла испанель поля ты все еще в этом south сочи коля до коля верещагин а да да я понял да я и в сочи даже картинка на стене висит явно а да да . про вольный шаг дома взять не повесит какое-то помещение ну хорошо если вдруг кто-нибудь придет но если кто-нибудь заметит то скажите срочно чтобы тогда мы выкупы кучу english but up to now а и ивы 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 азараза нибанку прорезинги я стал нау хорошо тогда значит чего сегодня я я собственно почему это самое взволновался что я прочел в каком-то сообщении таком чисто новостном а нет в линкдине линкдине я прочел по моему что этот самый яндексовский но то что получилось в яндексе под видом а этого самого а мы придюса уже в какой-то своей инкарнации стала это самое open software и это самое время чтобы вы все-таки рассказали чтобы там куда вы там рыли чё вы нарыли вообще что происходит но кто-то из нас слышал про my produce но у меня сведения наверное из твоего же рассказа но или борьбы кого-то еще но очень давнишние такое представление что вот если допустим мы хотим вычислить кто выигрывает в игре начиная с конца но вот это то что пример который недавно я вспоминал что мы сначала составляем массив последний по позиции ну как-то обычно делалось позиции которые будут уже дальше ходить не надо а дальше мы берем позиции за один ход до конца и вычисляем значит смотрим какие из них можно получить ну и соответственно определяем кто выигрывает обычно но как это если в если бы все их можем хранить в памяти позиции про получается замечательно мы просто смотрим там и даже можно параллельно делать если у нас есть доступ памяти параллельный и но если они в памяти не помещаются то возникает проблема и вот по моим представлениям 20-летней давности эта проблема мама придется решается таким способом что мой массив мы этот храним не в памяти а просто подряд его записываем на там но как 20 лет назад на магнитной ленте а после этого значит а чтобы дальше дело мы его читаем сначала до конца и для каждой позиции составляем список ее предшественников и такие получаются пары предшественник и позиция этот список у нас вот у нас вместо одного массива на ленте получился другой но более длинный но умножается более-менее на среднее число предшествия после чего после чего мы его пересортировываем по вот этим самым предшественникам что можно делать перематывая лента с одного с одного ролика на другой там логарифмическое что раз так я тебя представляю я не знаю я единственный из присутствующих что значит пересортировываем по предшественникам их же много нет есть поле есть предшественник и позиция вот мы как бы собираем вместе позиции с одинаково предшествия не а понял понял а то есть мы просто ну внутри там неважно уже как я не знаю наверное я единственный из присутствующих тоже живем видел магнитную ленту если вы видели ленту 20 лет назад то то может быть лет назад да наверное единственный а так в принципе нет ну я видел ладно и 20 лет назад и больше да ладно вот но это самое но после этого когда мы отсортировали у нас в одном месте оказываются позиции с данным предшественником теперь мы можем просмотреть этот файл последовательно и для каждой позиции вычислить вот то выигрыш она или проигрыш и значит по моим воспоминаниям первый этап называется мэп когда мы из одной записи делаем много а второй называется редюс когда мы из многих делаем одну вот на это на это мой познание бабушка придется заканчивать слушая такое объясни даже не знаешь почему придраться где возрастить что понять нет нет в целом многое верно сортировки там реально нету там другому делается но высоко уровне вода так что да в том числе мы придем вот описаны и значит мы придется это то что мы умеем делать вот не то чтобы ты какое-то большое изобретение люди умеют делать там несколько десятков лет уже когда-то придумали люди такой такой вот это как переворажается культурно парадигму гугля следующем году будет году от лет 20 лет с момента публикации статьи где-то все описано кажется и четвертом вышло если ничего не туда потом какие-то товарищи сделали свободную реализацию упрощенного варианта тоже они были из google или они были какие-то яку они были если ничего она называлась хадуп а она называлась хадуп мы produce хотя в тот момент она кажется называлась просто ходу вот на сейчас и правильно официально занятых адук мы придется и даже до сих пор существует а вполне себе существует к этот исходный код никуда не девался он как выложен был так и у них не удалил системы обычно живут если ты между используется используется до используется хотя это уже считается некоторым анахронизм на самом листа история наши так сказать этой системы и наша вселенная довольно забавно я вот помню когда еще я значит был студентом вот был такой у нас человек знаменитый максим ушаков вот даже иногда бывает здесь но сегодня у чего-то нету да вот он значит работал тогда уже я не помню full time или там интерна в гугле значит москово вот и он рассказывал значит про замечательную штуку под названием gfs вот я помню прям вот можно найти где-то в записях семинаров наших там вот она рассказать про gfs да значит я был на этом семинаре вот помню значит там на шестнадцатом этаже вот мы там собирались максим росла по gfs и меня этот рассказ но очень впечатлил то есть прям вот было много непонятно непонятные серии даже не то как сделаны или почему сделано на что такое gfs расскажу заодно вот и на самом деле в этот момент меня возникла идея что вот а был здорово нам чем таким заниматься но это конечно абсолютно нереально ну кто такой я вот и а там какой-то google вот вот максим ушаков понятно может заниматься я не надо тут это расстраивать это вот воспоминанием того я бы в google и тогда души тогда понимал что в google можно пойти работать но если угли меня самой я почти пошел туда работать но не в том что не важно gfs gfs это ну это аббревиатура расшифровывается на google file system вот и означает это следующее что вот представим себе что у вас есть ну здесь там много-много данных много данных настолько много что вынуждены хранить их на на наборе хостов на наборе машин на их жестких действий потому что речь в то время наверное шла каких-нибудь не знаю там сотнях терабайт или там или чего-нибудь такого и это уже считалось тогда это много сейчас кстати не считается потому что 100 терабайт это легко втыкается в один хост там не знаю 20 я думаю что было не 100 терабайт дай бог там один но нет нет ну когда-то было одно значит но тем не все-таки данный был довольно много даже на тысячи четвертый год уж насколько там точно но так или иначе значит google сделал gfs и с точки зрения модели что это такое ну это более-менее два слоя то что называется control plane или namespace тоже такое близкое понятие это более-менее деревяшка то есть на такое дерево в котором узлы это каталоги а листья это файлы вот то есть вот как не знаю там файловая система обычная на жестком диске у нее есть namespace так и в gfs тоже есть namespace да но важно понимать что с этим namespace работает одновременно там не один человек работает но там более-менее в пределе вся компания то есть это такой и такая единая файловая система который доступ имеет абсолютно все и можно одновременно и писать и читать эти файлы вот а сами файлы они каким-то образом размазаны значит по машинам которые образуют квастер там как они именно размазаны как они там располагаются это вот как сложные детали которые немножко там максим кажется рассказывал но тогда бы вообще ничего не понятно сейчас но при этом предполагается что как бы имеется некоторое так сказать состояние общее то есть не то что да какой-то там одна считает что такой файл там есть а другие считают что его нет индивидуальных машин для понимания индивидуальных машин в кластерах такого вида пользователей не видят то есть с точки зрения пользователя я кстати если что я вот думаю мне нужно расшарить экран я просто хотел показать да давай 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 а что те никто не дает этого сделать не от меня никто не все дают но тогда если кто-то будет по-прежнему смотреть на список я обнаружу что присоединился товарищ который не понимает на двоязычные это кто же нет если вдруг обнаружится пока пока не обнаружилось кстати по моим воспоминаниям это был митричев а не бабенко ой а у шаков у шаков приходил я у шаков точно приходил может быть петь и тоже делал да может они вместе как-то были да но не суть ладно давайте я вам покажу я не знаю какой-нибудь прям вот кластер который у нас прям есть вот ну вот не знаю самый настоящий тестовый кластер который у нас имеется мне кажется если потыкать тут разные страниц это юайю его юзер интерфейс то есть это вот даже некоторые страницы через которые можно посмотреть состояние и всякое такое разные вещи на потыку покажу и это мне кажется пролистит больше больше значит ну вот давайте вот снизу вот снизу можно увидеть такие вот точечки значит зеленые красные иногда желтые это вот называется но да у нас это вот те самые хосты, на которых, собственно говоря, лежат данные. Ну, это тестовый кластер, он маленький на самом деле, тут 883 машины в нем. То есть вот зелененький — это один хост? Да, да, да. Вот одна машина, одна точка — это один хост. А есть такие большие прямоугольники? Это что? Да, большие прямоугольники — это реки, это стойки, так называемые. Физические — это группа хостов, которые собраны из такого вертикального стека. Сетевая стойка это называется. Ну, это способ размещения железа в дататуре. Ну, понятно, да. То есть они как бы разделяют, видимо, быструю какую-то сравнительную сеть между собой, но... На самом деле, да, правда. Вот действительно машины, которые имеют общую стойку, у них внутри связность лучше. В принципе, не суперфундаментально лучше, но она там скорее в срупут повыше у нее. Вот мы имеем дело вот с этими машинами, но пользователь на самом деле это админский дешборд. То есть это вот мы не знаем, как разработчики, как администраторы, на это смотрим. Вот видно, кстати, что некоторые машины тут вот что-то вот какие-то не очень зеленые. Это, на самом деле, нормальное явление. Типично там, какие-нибудь единицы процентов машин на любом квасе примерно. Они там не алио в том или ином смысле. То есть это... Так, и происходит какой-то error correcting coding еще? Я про это расскажу, если интересно. Да, там все немножко, как и проще и сложнее одновременно, там по-разному. Вот давайте я лучше покажу то, что видит пользователь, потому что все-таки проблемный спрейс. Ну, значит, ну вот он видит более-менее такой браузер файловой системы, если угодно. Это вот сейчас, мы сейчас в корне находимся. И вот тут есть какие-то, не знаю, каталоги, собственно говоря. Вот, ну, не знаю, можно пойти в каталог ТМП и увидеть там, ну, ТМП это свалка, понятно, поэтому там есть, ну, прям вообще все, что угодно. Там есть тоже какие-то каталоги вложенные. Там, вот, не знаю, АБТ это каталог, можно в него зайти. Да. Вот. И еще раз подчеркиваю, что это, ну, я зашел, но это не мой кластер. То есть, как бы, и там вполне можно увидеть файл там на один петабайт, в принципе. Да, ну, обычно, да. Значит, GFS оперирует понятиями файлов, как вот листов этого дерева. Вот. А файлы с точки зрения GFS, это более-менее блабы такие вот. Ну, большие блабы, структура, которых определяется, на самом деле, задача, для которой блок был создан. Там могут быть табличные данные, может быть, не знаю, просто, ну, какие-то образы чего-то, ну, все, что угодно. Вот. Мы, на самом деле, в нашей системе, у нас тоже есть понятие файлов, но, честно сказать, мы привычнее оперируем понятием таблица. Вот. То есть, если важно понимать, что узлы, они имеют типизацию. То есть, есть узел каталог, есть узел файл, есть узел таблицы, есть разные там еще десятки типов узлов. Давайте я покажу какую-нибудь, узнаю, таблицу, она тут, не знаю, 460 мегабайт занимает. Дай бог, она откроется. Вот. Ну, значит, сейчас она пытается подгрузиться, да, вот она подгрузилась. Ну, таблица как таблица. Вот какие-то, значит, колонки у нее есть. Тут какие-то строки, тут глобы какие-то, видимо, записаны в колонках. Вот. Ну, что-то есть, короче. Какая-то табличная информация. Вот. И такие таблицы, да, они вполне реально бывают на петабайт и на десятки петабайт. То есть тут это... И если кто-то другой откроет ту же самую таблицу, но либо ему это не дадут сделать, либо уж если дадут, то он увидит то же самое, что и ты. Да. Вот. То есть это некоторый такой совместный, такой консистентный вью на то, что у вас хвостер лежит. Вот. И, собственно, у вас в этот момент вас начинает абстрагировать абсолютно от того, на каком железе это лежит физически. То есть вот про все вот эти, значит, 800 машин вы не знаете ничего. Вы просто исполняете там команды какие-нибудь, там, read, write. Ну, я потом, не знаю, могу показать примеры даже. Да. Не принципиально. Вот. Ну, понятно, что сами данные лежат физически на жестких дисках, вот этих вот 800 там. Для понимания 800 это очень мало для нас. То есть это тестовый кластер. Ну, формально это конкретно имеет статус pre-stable, так называемого кластера. То есть это не продакшн, это что-то там немножко менее стабильное. Вот. А кластера, которые, продакшн кластера, они реально гораздо больше, конечно. То есть вот какой-нибудь кластер, я не знаю, можно открыть, не знаю, если самый большой наш кластер открыть, то тут будет, значит, 20 тысяч уже. Ну, там, мне кажется, больше. Сейчас тут даже уже скорее проблема, что... А, ну, это же у нас, подожди, но это у нас распиленная. Ну, юан, ну... Ну, здесь еще не распиленная. Ну, нет, их анни распиленная, да. Ну, вот это вот настоящий большой кластер, и тут 15 тысяч машин, вот, но... А по-прежнему вот эти прямоугольнички, это как бы реки. Ну, в данном случае реки, правда, вот букву V в начале, это так называемый виртуальный, реки, которые, так сказать, да. Ну, суть не сильно от этого изменяется. Вот. Какие-то группировки машин, собранные там по тому или иному принципу. Вот. А что касается... А там на некоторых имеются красненькие и желтенькие, это, видимо, какие-то беспорядки. А на некоторых написана буква А. Красный – это значит, что он вообще оффлайн, его давно не видели, и он что-то как-то не выходит на связь. Желтый означает, что он забанен, по-моему, если ничего не путаю. Декомиссия. Да. Ну, а там разные буковки. Там А – это alerts, означает, что на машине там... Не знаю, может, диск сломан, может, еще что-то. Вот. Ну, а D означает, что decommissioned, означает, что сейчас из него данные там уводят, и данных сколько там не будет. А физически это действительно машина с вотными-то жесткими дисками, совершенно обычная. Ну, как обычно, ну, сервовая машина. И вот все вот этот... Вся там переписка, которую мы храним в Яндексе, все этот Яндекс.Диск, вот он реально лежит ровно в этой системе. Нет, смотри, Яндекс.Диск лежит в системе похожего вида. Она называется у нас внутри... Этот самый... Как она называется? Нет, НБС. Она называется МДБ, наверное. Называется МДБ, МДС. Вот. Конкретно не в нашей системе лежит, но в некой похожей очень. Там нет процессинга, на самом деле, в МДСе. И, ну, нет смысла особо процессить твои письма, как ни странно. Вот. И, например, мы придемся из них делать, нет, мы будем нужды, поэтому их туда никто не заливает. Вот. Это, скорее-таки, блабы, потому что там аттачменты, и письма тоже довольно большие, поэтому их кладут в другую систему, более предназначенную, так бы сказать, да. И, кстати, более старую. Вот. Значит, физически важно понимать, что на этих машинах есть диски, например, файловая система на этих дисках, но то, что лежит в этой файловой системе, никакого отношения, значит, никакого прямого соответствия между тем, что лежит в файловых системах там и то, что мы видим с точки зрения нашего view на эти данные, нет. Потому что файлы и таблицы, которые лежат в нашем... Это называется DFS, распределенная файловая система. То, что на файловой системе, оно не лежит в виде файлов as is. То есть оно специальным образом кодируется. Примерно понятно, если удать какой-то один файл, ну, такого разумного размера, или таблица, на сколько мест оно, сколько мест на него влияет? Значит, ну, тут ответ следующий. Значит, во-первых, есть единица такая, единица хранения, если угодно. Это так называемый чанг. Вот. И когда таблица имеет размер, там, не знаю, петабайта какие-нибудь, то это значит, что она побита на кусочки, вот на эти самые чанки, какого-то определенного размера. На самом деле, размер, он очень вариабелен, вот. И во многом зависит от того, как таблица там была порождена. Там есть разные причины, почему размер чанга довольно сложно выдерживать там одним и тем же. он может там... Ну, неважно. Пусть есть какое-то конкретное, так сказать, место в файле, какая-то единица информации. Она как бы... Да, да, да. Давайте я просто, не знаю, сейчас... Давайте я просто, не знаю, попробую... Зайти на машину? Ну, я сейчас, если у меня... У меня же есть какая-то виртуалка, наверное, я могу на нее пойти и показать прям, прям, прям живьем. У меня же есть какая-то виртуалка. Да, у меня есть виртуалка, я сейчас на нее пойду. Так, давайте я временно сейчас на другую... За консоль расшарю, чтобы показать было проще. Но я пока могу сказать, что я помню, что когда я был в 91-м году в MIT, я там прочел статью Таненбаума, даже не статью, а целая такая книга большая, про операционную систему Амеба. И там была такая идея, что у них много компьютеров, и у каждого есть свои какие-то диски, но для пользователя это единая совершенно вещь. И там были файлы, там не было никаких более сложных структур. И у них такая операция чтения и записи файла была такая атомарная операция, то есть она наслаждала файл целиком. Ладно, я кажется, сейчас буду заставить. У нас просто несчастье, у нас сегодня регламентные работы в дата-центре, где у меня основная машинка, на которой я разрабатываю. Поэтому внезапно я как без рук сейчас нахожусь. Ладно, давайте отдельно, я сейчас прославляю пока. Значит, про количество мест. Тут важно понимать, как реально данные лежат. Допустим, есть какой-нибудь, с позволения сказать, чанг, который нужно где-то сохранить, как-то его разложить по нашему кластеру. Самый базовый способ – это взять чанг и сделать несколько копий. Его, значит, копии называются репликами, если что. И пандартное количество реплик равно трем. Три – это такая фундаментальная константа. Почему три? Ну, очень просто. Понятно, что можно делать и четыре, и пять, и десять. Иногда это нужно даже делать. Но чем реплик больше, тем это дороже. Ну, просто платить надо за место. Да. А с другой стороны, если сделать меньше, чем три, то данные, скорее всего, рано или поздно будут потеряны. Это такой эмпирический закон. Потеряны они будут потому, что есть сбой железа. Если реплика вообще одна, то тогда при потере, там, физическом поломке, какого у него диска, мы будем точно терять чего-то. Там все записано в одной копии. Если копии две у каждого чанга, то тогда нужно, чтобы эти сбои были одновременные. И это уже менее вероятно. А для того, чтобы, значит, потерять чанг, записанный в трех репликах, нужно, чтобы одновременно умерло три жестких диска, где лежат все эти три реплики. И эмпирика показывает, что жесткие диски не выходят из строя достаточно быстро, чтобы все три реплики успеть убить. Вот это просто закон природы такой. Можно больше делать. Две реплики. Практика показывает, что за полгода-год оно, наверное, все-таки умрет. Какой-нибудь чанг из наших миллиардов, если что, миллиард этих чанг, он будет утрачен. Так что типичная схема – это на самом деле трехкратная репликация. При этом таблица побита на чанг, и каждый чанг реально лежит на случайной, ну, в первом привлежении случайной тройке этих самых остов. Вот. Теперь. На самом деле, вот там, как я говорю, коды коррекции ошибок. Да, такое внезапно тоже есть. Ну, трехкратная репликация – дорогое удовольствие. Потому что платить три раза за одно и то же – довольно глупо. Значит, человечество выдумало то, что называется… Иханин делал даже доклад у нас когда-то. Что как-то он сначала, у него были какие-то эти самые многочлены нескольких переменных. Нет, нет, вот поймусь. А потом как-то объяснял, что у нас там три машины здесь, две там, там. Оно куда-то перетисывается. Очень сложно. Ну, ладно, Иханин Иханином, но еще сам Рид и Савомон. Это же два разных кода Рид и Савомон. Да, это два разных человека. Значит, еще сами Рид и Савомон уже, кажется, знали что-то. По сути, используется некоторая модификация кодов Рид и Савомона. Технический термин для всего происходящего безобразия называется «эрейжа кодирования» или «эрейжа коды». Ну да, то есть вам не страшно, вы считаете, что изменения маловероятны, а скорее всего просто потеряют. Да, да. То есть, ну, в отличие от обычных кодов, в обычных кодах как бы биты, сколько было их, столько и осталось. Просто некоторые испорчены, мы не знаем, какие испорчены. А в «эрейжа кодировании» более сильное предположение, что мы знаем, какие не то что испорчены, мы знаем, какие утеряны. Да, это да, нет, это довольно такая, там вдвое увеличивает число там этих в основном. Ну, на самом деле вдвое, не вдвое, это зависит от используемой схемы кодирования. Так, в целом схемы вот разные. Мы применяем схему кодирования там с каким-то сложным названием, там LRC 12.2.2, но фактически это означает, что мы, так сказать, эффективный фактор репликации у нас 16.12. Нет, вдвое я говорил, что в смысле, если мы сравниваем число исправляемых в одинаковом, R-correction при стирании этом, то два раза. То есть, 16-12, ну понятно. То есть, мы доплачиваем 33%, 33,33 люди, значит. И должны как бы обрабатывать данные с 16 хостов, чтобы их там собрать. Ну, с 16 хостов это в худшем случае. Да, но там есть какие-то такие, да, это тоже я помню. Если ничего не утрачено, то с 12, потому что первые 12 хостов хранят реальные данные, следующие 4 хранят контрольные суммы. Ну, это то, что мы используем там типично. Так-то есть разные, ну там целое многообразие этих кодов, и у нас, собственно, настраивается какой-то кодек, или же кодек используется, если что. Вот. Так что, ну вот, это выглядит так, и это, собственно говоря, называется, ну, в Гугле это называется GFS. И, кстати, GFS это просто, ну, такой термин, ну, например, как MapReduce, да, то есть системы с именем GFS в Гугле нету. Сейчас в Гугле система, которая исполняет роль GFS, называется Colossus. Ну, такой технический. То есть это как бы надо читать как там Global File System. А, Google File System внезапно. Нет, правильно, но теперь уже как бы раз в Гугле нету, ну, то она скорее надо читать как Global, да. Ну, да, да. Вот, да, если что, GFS и Colossus, они не являют системы с открытым кодом, то есть, да. Мы можем только по статьям. Ну, по Colossus даже статьи нет, то есть есть просто как... Проколосус есть разные заметки, так как разные там постики в... Ну, да, нет, но с другой стороны, как известно, что знает три человека, знает и свинья, поэтому трудно себе представить, чтобы вы этого не знали, да. Нет, ну, кстати, довольно сложно найти людей, которые глубоко прям погружены в детали. Нет, нет, ну... Там, это самые команды довольно... Ну, они сильные и такие довольно уникальные люди там работают. Вот. Да, если что, в опенсорсе, значит, естественно, есть тоже аналоги некоторые этого DFS-а. Вот, и, значит, ключевое слово, которое здесь надо запомнить, это HDFS. HDFS, значит, HDFS это Hadoop DFS, то есть Hadoop DFS file system. Вот. Он написан там на Java, и когда мы говорим там про MapReduce, ну, вот MapReduce это процессинг, то есть вообще есть стандартное разделение на... Ну, на Data Storage, как бы, то есть на место, где данные лежат. И задача этого своя – это просто данные сохранить, вот как здесь мы обсуждали, на которых там вот сейчас 25 петабайт жесткого диска есть, всего там 5 петабайт почти занятых. Вот. А есть еще Compute поверх, то есть слой, отвечающий за вычисления непосредственно. Вот. И это, на самом деле, важно понимать, что это два слоя, которые... Ну, у них разные цели, разные задачи. Они бывают взаимозаменяемыми. Ну, так, Compute на Storage не заменить, но Storage бывают разные. То есть, например, есть какой-нибудь CF, который вот тоже open-source, система, которая, ну, не DFS, но что-то похожее. То есть, систем, которые хранят большие объемы данных и делают это для пользы прозрачно, их довольно много сейчас существует. Ну, да, но, конечно, если мы хотим с этими петабайтами производить тот же самый MapReduce, то очень важно, как они хранятся, и чтобы внутри это как-то происходило. Да, это правда. То есть, с другой стороны, слои в некотором смысле диктуют друг другу, как они должны быть устроены. Ну, то есть, к примеру, ясно, что если мы говорим про MapReduce, ты вот упомянул там, собственно, то называется MapReduce, сам вот примитив. Я сейчас про немножко больше скажу, может быть, понятнее станет. Но так или иначе, процессинг, конечно, предполагает, что Storage, он как-то aware из того, какой процессинг будет происходить. И Storage типично оптимизируется по тот процессинг, который поверх запускается. Вот. Говоря, значит, вот пока мы от Storage все-таки до конца не ушли, значит, важно понимать, что это в Storage тоже, ну, просто система, она слоистая, и часто каждый слой тоже состоит из субслоев, так сказать, потому что так удобно делать системы. Вот то, что мы здесь видим, это data-слой системы, то есть непосредственно хосты, которые данные хранят. Но вот мы еще обсуждали, что есть дерево файловой системы, и вот хосты, которые в кластере образуют, они про дерево, там, вот, про таблицы, про то, значит, что таблицы из чанков состоят. Они, по сути, ничего не знают. Их задача просто чанк хранить. То есть не то, что там root, корень файловой системы хранится в каком-то особом, не в трехкратном месте, а там, значит, в каждой дырке. Нет. Да, и файловая система, которая на этих хостах реально поднята, никакого соответствия, как я уже говорил, нету. Физически там лежат прямо-таки, ну, это я даже могу, я не знаю, там, как-то вроде показать, вот я не знаю, вот я вот сейчас возьму, попробую, скопирую какой-нибудь один адрес. Тут я, кажется, справлюсь со своей консолью это сделать. Давайте попробуем справиться. Давайте попробуем справиться. Вот так вот сделаем. Попробуем зайти. Вот этот самый предыдущий уровень, где еще нет файловой системы, в обычном диске это просто там последовательность блоков фиксированного размера. А у вас это надстроено над чем-то уже распределенным, так я понимаю. Сейчас, не понял тебя, что? Обычно, когда есть файловая система, она как бы надстроена над этим самым последовательностью блоков, фиксированного на блок девайс, так сказать. Понятно. Тут не так, я сейчас про это расскажу. Это вот как раз namespace. Я вот сейчас пришел на самом деле на один из хостов, который хранит данные, и просто покажу для понимания, как это выглядит. Вот я не знаю. Это один из дисков этого хоста. Вот тут вот что-то вот имеется какая-то... Вот сейчас мы смотрим уже не дерево, не ваше дерево, а юнекс-хост на этом хосте. Юнекс-хост, на котором лежат данные. Ну, совершенно обычный, я там не знаю. Да, 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 да. Вот не знаю, какой-то линус. Да. Вот, значит, вот мы можем посмотреть на файловую систему. Вот можно пойти в каталог, там диск 1, это первый физический диск этого хоста. Вот тут вот дисков довольно много. Это вот первый, значит, физический диск. Вот мы сейчас находимся в нем, собственно говоря. И вот в целом те чанки, о которых я говорил, они просто лежат в виде файлов. То есть тут в некотором смысле два уровня. Ну, чтобы миллион файлов не хранить плоским списком, тут есть каталоги, а внутри каталогов уже есть на самом деле просто вот сейчас их довольно много, хост довольно загруженный. Ну, вот просто файлы с какими-то случайными именами, это реально чанки. То есть это прям вот кусочки. То есть они сравнительно небольшого размера, там 12 килобайт, или это не то? Нет, чанки довольно большие. А, нет, это директории 12 килобайт, я прошу прощения. Чанки довольно большие бывают. То есть чанки вот, ну, тут мегабайты какие-то бывают. Да, и вот они хранятся распределенно, то есть где-то есть. То есть на самом деле для каждого, вот не знаю, такого файлика, который лежит вот, не знаю. В одном месте есть такой же файл с тем же содержанием, но с другим названием, в другом хосте, и вообще все с другого века. Ну, сейчас узнаем. Это в случае, когда просто репликация, троекратная репликация. Вот, это в случае, да, действительно, в случае троекратной репликации будет происходить ровно так. Ну, кстати, сейчас давай я еще сделаю, попробую вот такой вот трюк. Может быть, отсюда у меня получится это лучше показать, с другого хоста. Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. О, отлично. Дело в том, что я вам показывал UI, так сказать. Ну, там же есть, как сказать, CLI, Common 2 интерфейс, и в целом можно исполнять разные команды и смотреть, не знаю, листинг разных каталогов просто из командной строки. И вот я могу сделать следующее. Я могу, я не знаю, взять какой-нибудь чанк вам и что-нибудь про него рассказать. Давайте я сейчас буквально это сделаю. Вот я некоторым способом сейчас добуду айдишник чанка какой-нибудь, абсолютно любой. Ну, давайте даже так сделаю. Я просто возьму и как и в Linux есть ProcFS, так и тут есть в некотором смысле ProcFS, который реально показывает некоторые метаданные. Вот я могу взять айдишник какого-нибудь чанка и узнать, например, где он, этот чанк, лежит. И вот можно узнать, что чанк лежит у нас в трех местах. Он лежит вот на этом хосте, он лежит, значит, на этом хосте и лежит на этом хосте. Вот три реплика, все совершенно замечательно. Там известно даже, на каком диске он лежит в каждом хосте. Разные полезные или не очень эти данные. То есть UID это как раз то, что всегда в Unix этот самый однозначно определяет диск. Ну да, но это наш самодельный UID, он не имеет отношения к Linux, но это тоже GUID, который уникальный и выдается диску при эмоциализации. Вот, ну еще раз, то, что я сейчас показывал, это так называемый, ну, data layer, да, то есть, так сказать, data plane. То, где данные непосредственно лежат. Как мы уже обсуждали, вот есть файловая система с точки зрения каталогов. Вот где же она лежит, где лежит информация о том, что там есть TMP, есть еще что-то. Вот, для этого есть отдельный слой, называется слой метаданных. Есть отдельные абсолютно машины, которые называются мастер-серверами. Вот, и, значит, эти мастер-сервера хранят в памяти, на самом деле, не на диске. Ну, на диске тоже, но в первую очередь в памяти. Они хранят всю метаинформацию. Они хранят информацию о том, какие есть каталоги, из каких файлов, из каких чанков сделаны таблицы, там, времена последнего доступа, обновления, вот все вот это вот, оно хранится на этих машинах. Вот, и в данном случае можно посмотреть вот на control plane этого кластера. Тут мы видим довольно много, это все хосты отдельные, то есть тут 5 хостов, тут 5 хостов, тут 5 хостов, тут 5 хостов. Значит, группировка пятерками, она неудивительна. Вот есть так называемая задача консенсуса, и эти пятерки образуют, называется, консенсус-группу или там, рав-группу. Для тех, кто не в курсе, ну, проблема следующая. Если мы будем эти мета-данные хранить на одном хосте, то этот хост просто умрет, и наши данные потеряются или там, станут недоступными. Если бы так делали, то мы бы имели у себя то, что называется, единая точка отказа. Такой специальный термин есть, единая точка отказа. То есть, ну, более-менее. А если хранить на разных, то возникает вопрос, не согласуются ли они, и надо как-то добиваться, чтобы была консистентная. Если хранить бэкапы, так сказать, бэкапы, то тут философия, на самом деле, примерно следующая, что если есть данные, которые мы хотим хранить в репликах, то насколько сложна техника реплицирования данных, очень сильно зависит от того, насколько данные мутабельны. То есть, если вот данные абсолютно мутабельны, то есть вот они вот есть и не поменяются никогда. Вот, например, чанки. Чанки, они не меняются никогда. Чанк будет еще созданным, какой-то блобик, вот, и он не может поменяться. Это просто байдизайн так делано. То тогда реплицировать очень просто. Мы просто берем и этот блобик пишем там на трех машинах. Но если бы чанк начал меняться, содержимое начало меняться, то возник бы вопрос, а как мы будем менять все эти реплики? Не получится ли так, что мы одну поменяли, а другую не успели, там, или еще что-нибудь? У нас будет ситуация, когда они, на самом деле, разные в процессе работы, и там, какой едет? Для мутабельных данных такой проблемы нет. Для мутабельных такая проблема есть, и эту проблему решают разными способами. Вот есть такие вот алгоритмы консенсуса, которые позволяют сделать вид, что у вас, на самом деле, не пять машин, как здесь, а как будто бы это одна машина, которая имеет некоторое единое состояние. И если вдруг внезапно одна из этих машин из пяти сломается, или даже, на самом деле, две сломаются одновременно, в любой момент непредсказуемо там... Но это должно быть то, что называется сбой, не такой черный. Тоже такая терминология. Испонятие grey failure. Это ситуация, когда машина как будто бы и не жива, и как будто бы не мертва, а делает какую-то чушь. То есть, она, не знаю, там, память побилась, половина отрядов там бежит, половина залипла. Ну вот, это все-таки консенсус, обычный консенсус, не византийский, по крайней мере, к этому не готов. Вот, а мы предполагаем, что если машина ломается, ну, значит, ломается, и все из конца нет. И это можно опознать, можно выключить там. Так вот, если из этой пятерки любая, значит, из машин, или даже две, на самом деле. Важно, что меньшинство было поломано. Откуда есть живое большинство, то это живое большинство способно договориться о том, что же оно реально хранит. Вот, и действительно, это живое большинство хранит информацию о том, какие есть каталоги, какие... И любые изменения такой атомарный характер носят, то есть... Ну, атомарный с точки зрения внешнего наблюдателя. Естественно, внутри они применяют эти изменения в разные моменты времени, но, тем не менее, за счет некоторой, так сказать, к ворумной записи... Можно часто по репликату стрит-машин сказать... Ну, да, давайте сейчас я скажу про репликату стрит-машин, потому что, да, это такое... Часто, казалось бы, есть такая принципиальная проблема, что если мы чего-то записываем, и как бы... Ну, есть такой момент, когда мы записали, но еще не получили подтверждение. Да, да. И тогда в этот момент как-то непонятно, что будет. Все совершенно правильно, но есть некоторая стандартная проблема, и есть стандартное решение, называется смириться. Значит, ну как смириться? Когда ты общаешься с определенной системой, ты задаешь ей запросы двух видов. Ты задаешь ей запросы на чтение и на запись. И важно их отличать друг от друга. Они просто существенно отличаются по тому, как исполняются, какие гарантии ты можешь дать. С точки зрения запросов на чтение, если ты задаешь запрос, и получаешь в ответ какую-то ошибку вида, там, не знаю, тайм-аут, или там сеть порвалась, ну, там, что-то непонятное. То есть не сервис тебе ответил ошибкой, а просто транспорт, допустим. Транспорт такой недоступен. Это просто рекраешь запрос, то есть повторяешь запрос, ну, и венчуле, наверное, система все-таки жива, она тебе ответит. Да, ну это понятно. Да, но запросам на запись такой трюк не совсем прокатывает, а именно, если ты задаешь запрос, который изменяет состояние, и в ответ тебе говорят ни бе, ни ме, ну, там, вот тайм-аут, то на самом деле, и это фундаментально абсолютно, ты не можешь знать изменения, ну, произошло ли не произошло. Вот, и эту проблему никак не решить, ну, простыми способами, потому что даже если мы что-то сделаем на сервере, то, ну, ответ от сервера может потеряться на пути клиенту, это неизбежно. Там сеть прольется ровно в этот момент времени. Вот, и клиент просто не узнает, и нет никого способа узнать. Вот, что в этом случае делают? Ну, в этом случае, ну, прям, можно использовать и демпатентные изменения, то есть изменения, которые не жалко рекравить, и там, если ты не уверен, что все закончилось успехом, ну, повтори еще раз. Вот, но в любом случае гарантируется, что последовательность действий, ну, вот тех, которые подтвержденные на чтении и запись, образуют некоторую консистентную историю при каком-то упорядочении. Ну, консистентная, там есть термины лиренизуемость, 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 простите, выговорят трудные. Вот, да, это вот речь про это, да, действительно, система выглядит как стронг ли сериалайзабл, если там использовать. Да, ну, понятно. Наверное, интуиция должна быть следующая. Этот комплект машин выглядит как одна машина, которая не ломается, если там не сломаются три одновременно из пяти, вот это такая одна реальная машина. Ну, это, конечно, машина удаленная, то есть ты с ней пообщаешься по сети, и поэтому все артефакты того, что это сеть, которая вообще, не говоря, ненадежная, медиум проходит, может терять сообщение, вот, это все имеет место быть, и поэтому, да, иногда ты можешь, так сказать, поменять. Я уже, на самом деле, с точки зрения надежности, вы, наверное, эти машины стараетесь разнести там географически и что-то еще. Географически не в этом кластере конкретно, а географически в других кластерах мы разносим. Конкретно эти, в этом кластере он весь находится в одном дата-центре, то, что называется. Нет, но если это тестовый, то понятно. Нет, нет, дело даже не в том, что тестовый. Просто есть, у нас кластера бывают двух видов. Бывают кластера, которые размазаны под дата-центром, вот, а есть кластера, которые в одном дата-центре, и они обычно для разных задач используются. Ну, просто мы придем между дата-центрами, довольно безнадежная затея там довольно слабые каналы все-таки чтобы она придется довольно интенсивно сеть использует ну естественно поэтому если все-таки промо придется кластера там они в одном dc и эти пять машин выбираются из разных стоек потому что стойка на самом деле это вот такой тоже есть термин говорят failure domain то есть это нет но понятно группа машин который может сломаться единомоментно потому что уборщица выключит одну какую-то стойку они не все сразу довольно сложно устроены то есть понятно что есть сам хост есть стойка есть еще на самом деле группы связанные с питанием и тут как бывает по-разному бывает что единый так сказать ну единый источник питания единый вот он на на стойку бывает что на там на две стойки бывает что есть еще нуждается там power line по моему который там часть значит дата центр обслуживать в общем все сложно какие-то приходит приходит линии электропередач и и это на нее там да ну да если что дата центр заходит типично более одной линии вот но это уже как в каком-то смысле не очень важно то есть точки зрения питания внутри dc достаточно иметь питание от одной из линий вот да ну тут видно кстати не одна пятерка тут видно что вот одна пятерка вот вторая вот третья вот четвертая то есть как бы четыре пятерки значит почему так ну потому что внезапно метод данных вот которых я говорил то есть само дерево да даже не само дерево само дерево пусть там не супер большое но информация о том из каких чанков состоят какие таблицы и где эти чанки расположены этой информации довольно много потому что чанки довольно много потому что объем данных большой а чанки но не такие гигантские хотелось бы вот поэтому просто в память пятерки 1 всю эту информацию не засунуть вот и если что то что машин 5 не означает что мы можем в пять раз больше нет нет конечно они если они дублируют друг друга не дублируют друг друга они абсолютно идентичны с точки с точностью до отставания лада репликации внутреннего вот они хранят одно и то же то есть но этого два стандартных измерений которые используются при проектировании системы это вот называется репликация когда данные лежат много раз а вот это по горизонталь за шардирование когда данные пилятся на на части на шардики я каждый шарли припецируется вот это если что был маленький кластер для понимания а в большом кластере будет как бы этих вот секондарем мастеров будет больше их там правильный будет тоже в каждом будет те же самые пять машин вот ну тут даже вот минуту пять бывает что мы ставим и 7 на самом деле и даже не по соображениям не по соображениям того что мы хотим высшую надежность 55 практически более чем достаточно потому что три одновременно не сломается это практика показывает что это так уже обсуждали с чанками вот дело в том что ну есть нагрузка как бы на чтение на запись вот нагрузка на чтение она обслуживается в каком-то смысле всеми машинами в пятерке причем обслуживается абсолютно идентично сказали не знаю создать каталог все пять должны в томном смысле в своем представлении памяти создать этот каталог вот но читать внезапно можно с любой из этой ну да нет но и понятно вот и поэтому если поставить больше тем легче читать ну опять же есть конечно разные тонкости потому что читать со случайные просто не получится так будет то что стоит когда мы читаем не актуальность состояния даванием но эта проблема тоже там решается стоил лигов у нас нету больше машин позволяет делать скейлинг по почти вот то есть еще раз этого control плейн это дейта плейн это все storage исключительно или про то как данные хранить не как их процесс до касается процессинга вот я сейчас говорил про storage еще для понимания storage самого низкого уровня кто ну часто называют блок storage почему блок storage потому что наши чанки они просто такие большие большие мутабельные блобы а блок это что-то такое of bites то есть большая последовательность байтов это большой 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 фрагмент байт вот и таблица о которых я говорил до сих пор вот они как будучи составленными из этих самых чанков они довольно ну они довольно с трудом меняются то есть чтобы поменять что-то в таблице ну допустим мы хотим строчку поменять таблицы вот поменять строчку в таблице не так просто потому что строчка эта часть какого-то чанка а чанк нельзя менять это базовое свойство чанка строчку нужно на самом деле перезаписать целый чанк сделать новую таблицу в которой собрать часть чанков старую один значит ставить новый вот поскольку чанки могут занимать там гигабайты то ясно это не выглядит каким-то интерактивным действием то есть но покупаешь билеты на сайте нажимаешь на кнопку ты хочешь поменять в какой-то таблице видимо что это строчку вот немыслимо представлять тебе что это приведет тому что чанк в котором лежит строчка там перезаписывается это не так работает если что вот потому что строчи которым я говорил это сторож для мы называем это сторож для статических таблиц строчках таблицы с ними делать можно реально довольно мало ну понятно что таблица можно создать таблицу можно дописать в конец то есть можно сказать я хочу там до пендить какие-то данные хвост и давно они будут положены быть сформирован новый чанк реально снова чанк который будет положен в конец списка чанков этой таблицы можно не знаю можно прочитать таблицу прочитать можно кусок таблицы компьютер сейчас будем говорить да вот но я просто подчеркиваю что таблицы которые вот сейчас были упомянуты это вовсе не те таблицы которые база данных используют да да базах данных используются но они тоже имеют какие-то записи имеющие которые являются наборами атрибутов там но просто стать более статические сейчас коль спрашиваю чем разница между прайм или секундами значит раньше следующем они хранят немножко разные мета данные вот само дерево с точки зрения того какие есть каталоги файлы таблицы вот их имена просто буду говоря и связи между ними ну и какие-то базовые атрибуты они хранятся вот на этом пентете как сказать пента не знаю вот на этом вот называется в музыке как еще квинтет но как придет шутер с форель там я не знаю я все это на квартете все да 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 вот они на этом квинтете лежат вот а информация о самих чанках поскольку чанк на самом деле гораздо больше вот тут можно даже посмотреть чанков у нас например на этом кластере миллиард триста миллионов вот информация о самих чанках расположена вот на этих вот квинтетах вот и вот это есть таблица на которой вот последний столбец показывает сколько на каждом из этих квинтетов чанков методанных реально чанков либо то есть вот по 63 вот тут 80 конечно исключение ну короче это способ распределить мета данные так что так что нам было удобно то есть вторичные хранят информацию о чанках первичные о самом namespace с точки зрения имен там структуры связи между углами вот так хорошо так вот таблицы получается совсем не те о которых обычно говорят когда имеют ввиду кинсу бэд это может орков например какой-нибудь там massi call или там не знаю позже нет похоже но нет вот и у нас имеется на самом деле достаточно отдельный с точки зрения реализации но встроенный в общий name space свой так называемых динамических таблиц и вот в какой-то момент наверное руслан бы про него бы рассказал потому что руслан человек который за эти самые динамические таблицы у нас команде отвечает вот и это мы делаем уже наверное лет пять-шесть это все я пришел в четырнадцатом что-то было что-то было ничего не работало 14 ничего не могло работать у нас на самом деле есть и другие способы хранения данных не только виде распили на чанки и чанки там не за три раза отреплицируй вот про это сейчас руслан будет рассказывать давайте я кратко промо придется скажу чтобы закончить то есть вот еще раз точки зрения опен-сорс так сказать аналогов опен-сорс решения есть слой где данные хранятся это ну гугли это gfs в опен-сорсе допустим hdfs вот дальше есть процессинг это мы предус но про на предус ты сказал что там есть мы по редюс это в целом правда а действительно есть два базовых примитива так по крайней мере статье было исторически до речи сложилось самый простой в понимании наверное примитив по названию map вот он есть просто вот как отдельная сущность map это очень простая вещь это значит что у нас есть в терминах таблиц проще обсуждать на есть таблицы с какими-то данными какие-то строки вот и нужно что-то вычислить за каждой строки посчитать какой-то результат а результат это тоже набор строк на самом деле вот и все эти результаты сконкатенировать получить тем самым какую-то новую результирующую таблицу вот ну например у нас есть таблица с где каждая строчка это как у какое-то не знаю там предложение например вот а мы хотим теперь сделать таблицу в которой будут отдельные слова этого текста то есть у нас есть текст line by line записанным вот а мы хотим сделать новую таблицу в которой каждая строчка это отдельное слово нашего текста мы запускаем операцию map это называется пишем некоторый код ну писать можно там на питоне можно писать можно она просто как каждой записи параллельно применяется и дает какую-то одну или несколько других запись чуть возможно более точный термин из современных не знаю библиотек языков это flat map такой вот термин означающий что это некая функция у которой на вход одна запись а на выходе много потенциально записей и все результаты нужно сконкатенировать вот есть отдельный слой под названием compute который может быть потенциально разным у нас базовый компьютер на самом листе map reduce compute вот конкретно вот не знаю на кластере которого мы сейчас смотрим вот в левой и слева есть такой 100 ресурсов вот тут есть 600 не знаю 25 тысяч ядер каких-то не знаю два петабайта памяти действительно вот сейчас есть столько ресурсов на этом мастере вот столько занято там что-то свободно там запускаются вычисления то есть технически это означает что если мы хотим сделать map то мы таблицу пилим на части потому что таблица большая мы не можем ее обработать ни в одном потоке даже на одной машине не можем каждая часть преобразуется ну вот называется job у нас такое вычисление которое где-то запускается на какой-то машине оно читает данные из дфс то есть на самом деле чтение почти всегда происходит по сети то есть читаются данные которые лежат не локально запускается польский код и результат собирается воедино и формируется новая таблица которая результат операции вот единомоментно на кластере таких операций типа map и map reduce могут бежать там десятки тысяч вот а ну я не знаю может сейчас случайно а потому что написано gpu это тоже она просто там что-то такое ускоряет локально и к распределенным данным отношения не имеют а конечно вот это вот да да в этом кластере смешного мало gpu это означает что некоторые вот есть понятия нода то есть на узел класть вот нода оборудована там жестким диском чтобы хранить данные набору на cpu и памятью чтобы что-то вычислять да еще к ноде часто бывает не часто иногда бывает подключена gpu строители вот этот но довольно специальные то есть попасть вычислению на такую ноду нужно специально заказывать чтобы понятно вот но технически это означает что у тебя внутри контейнера в котором ты запускаешься появляется gpu то есть ты можешь в принципе посчитать что-то на gpu там не знаю на куди например написать код и и дальше там использовать gpu как будто бы твоя локальная gpu своя реально локальная для тебя gpu просто выдали какую-то карту вот так окей операции запущены единомоментно там какое-то огромное количество не знаю даже сейчас ну вот список вот не зовут какой-то вот map вот давайте не знаю ну не интересный будет map но не знаю откроется так откроется вот он тут сейчас материализуется чтобы мне не значило какая-то операция которая что-то делает вот известно какие у этой операции входные таблицы то есть вот тут один из входных таблиц какие-то подлинно вход а результат операция запишет ну вот куда-то вот сюда вот ну и там что-то будет происходить какой-то вот она уже заканчивается ведь не очень сложно видимо бывают операции а но map это операции как говорят операции без шафла то есть вот пример который ты приводил с вычислением позиции вот у нас или классический пример который там все насилуют хвост и в риву это тоже называется word count это задача вида вот есть текст надо посчитать сколько раз каждое слово было употреблено вот технически чтобы посчитать сколько раз каждое слово было употреблено в тексте надо сделать две вещи нужно во первых текст каждую строку разрезать на слова токенизировать и супер называется maps map стадию вот и в целом можно даже запить отдельную операцию просто map которая там текст превратить в таблицу отдельных слов да но дальше наступает стадия более сложная нужно для каждого соу понять сколько раз она была употреблена и понятно что это нельзя делать способом вида давайте возьмем первое слово нет ну конечно надо и все так сказать отсортировать по этому слову смотри значит тут есть два подхода подход номер один действительно взять и отсортировать таблицу слов после получить таблицу в которой одинаковые слова идут подряд дальше видимо запустить что-то типа мэпа на ней и понять для каждой группы подряд идущих слов что там за слово и сколько слов там идет да я сразу замечу что в этом плане ну есть разные тонкости во первых сортировка довольно дорогая операция как ни странно сортировать мы умеем естественно но это не то чтобы прям до что стоит делать всегда второй момент довольно неприятный и я в том что потенциально могут быть слова которые употребляется настолько много и настолько частотные они что вот та группа слов которая будет в итоге сформирована из одних и тех же слов она быть настолько гигантская что она переползута переползута гигантская что процессе т.е.л. локально в одном месте очень дорого вот особенно если мы имеем дело с перекосом то это к тому же придет к тому что у тебя отдельные джабы будут очень долгими отдельно наоборот очень очень до такого перекоса допускать вообще говоря нежелательно значит практически задачи типа воротка он решается по-другому начну во первых мы не сортируем реально мы мы данные шафлем значит шафл означает что данные ну как-то перемешиваются вот мы используем на самом деле хэширование то есть мы для каждой строки считая некоторых хэшик дальше я дальше я очень примерно описываю на самом деле происходит не совсем это но грубо говоря каждую строку мы по сети перекладываем в некоторую корзину номер который является там хэшом от нашей строки по модулю количество корзин но тогда и корзины тоже будут переполняться если будут переполняться это пока проблему с это дейтэскю перекос по данным так вот проблема с дейтэскю это не решает но внезапно вот такой вот шафл основанный на на хэширование он быстрее чем сортировка естественно в константу раз если что там нет фундаментально ну да нет действительно поскольку мы никак не используем порядок а просто надо собрать одинаковые то почему бы не это сделать ведь с помощью хэшов да в разных ситуациях это оказывается полезно то есть на самом деле хэши считать данных проще чем их сравнивать на больше меньше потому что ну линейный порядок придумывать сложнее чем придумывать хэшу да да на строках и числах это незаметно на каких-нибудь сложно композитных данных это довольно сильно заметно отлично то есть на самом деле если говорить про мы придиус то по сути мы придиус как вот примитив он делает две вещи он во-первых входные данные как говорят мэпид то есть для каждой строчки входной таблицы запускается мэпер так называемый да но это вроде мы поняли но дальше после того как результат получен данные отправляются по сети и кладутся в корзину вот с этим вот номером типа хэш по модуле числа корзин как так как только значит данные отмэплены мы можем обработать каждую корзину мы можем для каждой корзины запустить то же это редюс дроп вот и это редюс дроп уже может посмотреть на все данные есть понятная гарантия что каждый ключ придет ровно в одну корзину и тем самым все слова одни и те же мы увидим в одном и том же редюс джабе для того чтобы редюс джабу было еще на самом деле удобнее его корзину предварительно сортируют после этого уже в корзине идут все одинаковые слова подряд и очень легко посчитать сколько как какого слова мы видели час но совсем идеально было бы если вы со всеми со всеми записями которые мы должны обрабатывать с одинаковым но вот с этим одного типа с одним словом что нужно выседу из в операции над ними было бы там коммутативная ассоциативно ну ну да 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 ты мечаю как бороться с дать иску то есть как у нас алину слов одинаковые там не знает артикль значит стандартный способ есть на сами два способа борьбы технически два разные но идеи на они очень похожи друг на друга правильный термин здесь тоже Это называется комбайнер. Комбайнер – это некоторый способ сократить объем данных перед тем, как реально начать его обрабатывать. Комбайнеры бывают двух видов комбайнеров. Есть называемый map-side-комбайнер и reduce-side-комбайнер. У нас они в системе, если что, оба поддержаны. И выглядят примерно следующим образом. Ну вот представим себе, что у нас есть map-часть, map-study, и мы там получили на вход большой-большой кусок текста. Можно было бы, конечно, взять его, порезать на слова и дальше для каждого слова отправить его в свою корзину, но мы сделали немножко хитрее. Мы предварительно, перед тем, как что-либо куда-либо посылать, мы просто посмотрим, сколько какого слова мы… То есть мы в памяти просто накапливаем такую хэш-табличку, в которой для каждого слова запоминаем, сколько раз какое слово мы видели. И после этого мы посылаем в корзины уже не просто отдельные слова, а взвешенные слова. А вот тут, кстати, 10 раз hello увидели, а тут 20 раз hello увидели. Вот. Это само по себе просто уменьшает объем данных, которые мы шапплим. То есть мы, если в пределах… Ну понятно. То есть если операцию можно разбить на какие-то локальные части, ну пусть это будет не сама операция, но если можно ее разбить на какие-то части, которые сделать, а потом с ними еще что-то сделать, а потом еще что-то сделать и получить ответ, то, конечно, это надо делать заранее, не собирая сначала. Ну так, не имеет смысла шапплить по сети то, что потом схлопнется, поэтому мы предварительно схлопываем на стадии мата. Но ровно тот же самый трюк работает на стадии редюса. Можно, если мы увидим, что корзина какая-то, но абсолютно невменяемых размеров, можно запустить то, что называется, редюс-комбайнер. Можно взять кусочек этой корзины, тоже посортировать в памяти этот кусочек, сгруппировать все, что имеет одинаковый ключ, и выплюнуть результат уже потенциально сильно уменьшенного размера. Ну, практически это приводит к тому, что перекос будет устранен. То есть такого огромного объема данных уже не будет, потому что одно и то же слово ты часто будешь видеть в одном джобе, и схлопнешь все это в одну строчку. Вот. Так это выглядит. Не каждый перекос, естественно, можно автоматически так победить. Это требует понимания того, что ты делаешь, нужна какая-то понимание семантики действий. Вот. Ну, например, work count, естественно, так можно сделать. Вот. Так. Наверное, из того, что еще немного я здесь хотел бы сказать, вот я сейчас Руслану уже передам слово, чтобы он рассказал про тоже динамические таблицы, или там key-value storage, из вещей, которые здесь, на самом деле, сильно усложняют. Как бы я сказал, вроде ничего сложного. Ну, подумаешь там, тут попилить, там попилить. Нет, ну, интересно. Нет, да. Кстати, поскольку ты это сказал, то это вообще... Вот. Значит, где проходит граница вот вашего open-source продукта? Это все, пока что ты объясняешь, все в него входит. Абсолютно все входит. Нет. Все, что я... А сколько там вообще... Сколько там вообще строк кода, условно говоря? И кто это все понаписал? Вопрос сложный. Ну, смотри, проекту сейчас 11 лет, по-моему, если я ничего не путаю. Да. Сейчас конкретно вот этим проектом занимается человек 30, я думаю, ну, плюс-минус. Чуть-чуть 30 или 50, да. Нет, ну, 50 там нет. Ну, со стажерами. Со стажерами тоже нету 30. Ну, не важно. Ну, 30 плюс... Ну, надо их вычитать, я не знаю. Вау. Вот. Причем, смотри, рассказанную часть пишут, на самом деле, не 30. Человек, дай бог, 10. То есть, того, что... Еще меньше. Да, еще, да. То есть, нет, там... Там есть что поделать, кроме того, что я рассказал, естественно. Да. По объему кода мы, честно говоря, как-то давно не мерили, но смотри. Ну, во-первых, есть просто... Есть репозиторий на гитхабе, можно взять его... Да, нет, но это примерно сколько, это надо сказать там. Я там думаю, там будет порядка миллиона строк-кода, но важно понимать, что там есть код, который... Ну, вендор, country, то, что мы называем. Какой-то код third party. То есть, не знаю, какие-нибудь LZ-кодек или какой-нибудь, не знаю, там, Erasure-кодек. Нет, нет, я понимаю, нет, но миллиона-то еще не так много. Если там какое-нибудь современное приложение читать чтение почты, занимает гигабайт почему-то. Нет, 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 абсолютно нет. Я думаю, что кода, которым мы владеем, в смысле, мы его написали, его там, ну, порядка, не знаю, 500 тысяч строк-кода, и, может, даже меньше, не знаю, 300-500, я бы сказал. То есть, то, что в репозитории лежит, это полный комплект, с которого все можно собрать, естественно, там. Вот, кода не так много. В вашем запускательном репозитории в репозитории нету этих, там, 15 тысяч машин. Нет, ну, да, но можно подвести. Нет, нет, нет. Нет, ну, условно говоря, если какие-то, да, да, самые, люди захотят закупить 15 тысяч машин и уставить на них этот ваш код, то, в принципе, у них как бы все есть, только, значит... Ну, давай так, будем честны, конечно, чтобы установить, нужно иметь не только код, нужно иметь некоторые средства развертывания, мониторинга, эксплуатации. Вот, и с этим там, ну, некоторый швах пока, но мы активно работаем над тем, чтобы это было какое-то менеджебное решение, то есть, там, это разворачивается в куберметисе каким-то образом. Вот, и в целом, там можно это как эксплуатировать и обслуживать. Потому что, ну, сам понимаешь, вот система, которая, вот, не знаю, имеет такой масштаб, она не в вакууме существует. И в Яндексе она подключена к огромному количеству разных систем, которые мы не можем заопенсорсить. То есть, это, ну, и там, система, то, что называется, там, IAM, то есть, система, которая Identity and Authentication Management, то есть, ну, чтобы понимать, какой пользователь, есть ли у него credential, нет credential. Вот, это, естественно, у нас есть какое-то внутреннее, вот, а снаружи все другое. Или, скажем, каким-нибудь средством мониторинга, там, алертинга, которые там следят за всем этим, или системы, которые позволяют автоматически менять сбойные компоненты в смысле железа. То есть, это все, естественно, есть внутри, но наружу это не выкладывается. Нет, ну, понятно. Если вы уж, если у вас 15 тысяч машин, наверное, вы умеете как-то с ними работать, потому что, а если у вас их 10, то, может, вам все это не очень надо. Да. Вот, так, ну, MapReduce, MapReduce, значит, вот он тут имеется. Важно понимать, что пользователи, которые этим пользуются, MapReduce как таковой видят, ну, хочется верить все реже и реже. То есть, ну, никто не мыслит в терминах парадигмы MapReduce. Как правило, люди используют более высокоуровневые средства. Вот, и, ну, вот я не знаю, я тут... Это, на самом деле, есть другой кластер, это вот публичная дремка, которую мы там... Сейчас, ну, хорошо, вот здесь... Вещь, которую я конкретно понимаю, это вот мы хотим рассчитать игру с конца. Да. Вот если мы не хотим использовать MapReduce, а что-то более высокоуровнее, то что? Я не думаю, что... Смотри, люди, которые хотят что-то более высокоуровневое, они... Это люди, например, которые умеют писать SQL-запросы. Вот, они... Ну, вряд ли ты хочешь игру извини свою писать SQL-запросы. Это выглядит... SQL-вы за рекерсив... Не-не, выглядит как полное какое-то... Это не нужно делать. Вот, но люди, которые пришли из мира аналитики, там, какого-нибудь data science, и MapReduce, они там, не знаю, чанка-таблицы не отвечают, поэтому у всех это неинтересно, не нужно. Вот, они используют что-то более высокоуровневое, вот. И у нас есть, на самом деле, сейчас я, прости, даюсь понять... Ну, вот у нас есть... Я сам немножко еще кутаюсь. Ну, окей, вот тут, окей. У нас есть внезапно... Для понимания, это не моя команда делает, это делает наша смежная команда. У нас есть система, которая умеет взять SQL-запрос, ну, на каком-то, естественно, диалекте SQL. То есть, что-то похожее на настоящий SQL, в том любом смысле, вот. И его запустить поверх MapReduce. То есть, на самом деле, оно возьмет, вот, там, твои запросы, вот, какой тут даже запрос вот есть. Там, с join-ами, там, с select-ами, там, вот, со всем, вот, чем обычно есть. И оно разложит последовательно MapReduce операции, и тебе даст возможность, я не знаю, я даже, возможно, нажму сейчас run, и оно там за пару минут посчитает чего-то. Сейчас, ну, то есть, вот, об SQL-е у меня тоже представления такие очень примитивные, что оно хранит какой-то набор таблиц. Вот какой-то, допустим, MySQL хранит все на одной машине. Да, это правда. Здесь, конечно, ну... А SQL или Postgres хранит на нескольких машинах? Ну, по-разному. Есть Oracle Cluster, он совершенно не похожий на наши, в том плане, что Oracle Cluster-а это по размеру, там, не знаю, десятки, наверное, машин максимум. Вот. Это все-таки про объемы данных, которые там, дай бог... Но, скажем, вот, вы не предлагаете какого-то уровня, но поверх которого можно установить какую-то существующую SQL-систему. Нет. Вы просто сами делаете SQL-систему, которая... Нет, просто не выглядит реалистично. На самом деле, ну, если взять какой-нибудь конкретный Oracle, то эта система вообще закрытая, и там ничего подменить нельзя толком. Нет, можно пытаться запустить поверх каких-нибудь сетевых дисков и тем самым сделать вид, что у нас, значит, все там стало таким вот надежным распределённым, но, мне кажется, так никто даже не делает. Ну, казалось бы, вот ответ, вот чить, это вот, собственно... Нет, я сейчас скажу. Это на Сашину вопрос. Нет, я сейчас скажу про чить, я тоже сейчас скажу. Да, но нет, мы все-таки предлагаем свое решение. Кроме того, внезапно, если система исходно проектировалась нераспределённой, заставить её работать распределённо, ну, это почти безнадёжно. То есть распределённость должна на достаточно низком уровне быть заложена, вот, иначе это просто потом, ну, не срастётся у тебя никак. Окей, то есть вот один из вариантов это взять SQL, если вы знаете, ну, SQL, и вот поверх таблиц, которые лежат у нас, вот это вот, на самом деле, таблица, которая реально лежит у нас, в нашем кластере. Запустить какой-то SQL-запрос, он превратится в набор MapReduce операций, ну, MapReduce, там и сортировки есть, и там... Есть этот показатель, ну, Редюс? А, ну да, есть операцию конкретную. Нет, там же этот интерфейс, он показывал... Нет, в этом, в публичном нету. В публичном нету. Просто внутри интерфейс вот этого языка, он показывает, какие конкретно мапы, какие Редюсы он порождает. Да, 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 но тут, к сожалению, такого нету. То есть нельзя посмотреть, нет, ну... Да, а потом все это еще поверх наложится на хранение данных вот в этой распределенной системе, и все это там само соберется и покажет уже ответ в терминах, в терминах исходные SQL-запросы. Ну, вот я на самом деле смог, я справился. Там был какой-то простой, достаточно, видимо, SQL-запрос. SQL-запрос, ну, можно так себе просто это описать, что там вот фильтрация where это будет map, там... Там была проблема, там был пример с join-ом. Там был пример с join-ом. Join-ом как Reduce работает. Ну, я думаю, что... Нет, с join-ом как-то совершенно непонятно оказалось больше такого. В общем, в случае должно за квадратичное время работать. Нет, ну, смотрите, конкретно в данном случае тот join был с join-ом с маленькой таблицей, поэтому он, скорее всего, превратился в то, что называется, map-side join. Когда запускается map, и в каждый job этого map приносится словарь, и дальше происходит локальное приjoин-ом. Кажется, это broadcast join называется. Я не знаю. Нет, не broadcast. А, нет, окей, да, это broadcast, да. То есть иногда join может превратиться в map, в этом нет ничего удивительного. Если словарь маленький, его можно отреплицировать в каждую точку, где происходит исполнение, это может быть map-ом. Бывает, что более сложное. Просто на самом деле у нас есть внутренний интерфейс, где можно посмотреть для запроса его план исполнения, в смысле, в какие операции он разложится. Там просто граф рисуется, такой дак. Но тут, к сожалению, в публичной демке это недоступно, а на продакшн-кластере я сейчас не знаю просто куда. Нет, не надо ничего. Нет, ну я же знаю, что делаю. Ну так, обычно знаешь. Я же знаю, наверное. Я, возможно, знаю, что делаю. Вот. Окей. А, ну вот у меня нет… Окей. К счастью, у меня нет прав посмотреть, поэтому… Да. Хорошо, значит, все в безопасности. Вот. И еще, значит, одну вещь скажу, перед тем, как, собственно, Руслан будет рассказывать. Возможно, вы слышали, что есть такая вот система, называется ClickHouse, которую там сделали. ClickHouse. Вот есть такая, значит, база данных. А, это какие-то слова… Да, слово такое я слышал, да. Там вот они все… ClickHouse – это open-source продукт тоже, исходно он там в Яндексе, в Яндекс-метрике был создан. А сейчас это довольно успешный, я так скажу, довольно успешный стартап. Вот, там, отделившись от Яндекса, там, больше, чем год назад, вот, в преддверии даже всего, вот, там делились, вот, и там у них сейчас headquarters где-то в Амстердаме, кажется. Да, да. Ну вот. То есть, что это на самом деле такое вот, и почему я о нем говорил? Ну, это… Это штука, которая исполняет SQL-запросы из довольно ограниченного сапсета. То есть, там, не все она умеет, а умеет некое подножество, там, условно говоря, join-ы почти не работают, но тем не менее. Вот, она известна тем, что она очень быстрая. Почему она очень быстрая? Потому что она исполняет запросы с помощью того, что называется, векторного движка. Векторный движок, если кто не знает, это штука, которая очень быстро позволяет сражевывать данные за счет того, что данные хранятся специальным образом, они хранятся в каком-то смысле не построчно, а поколоночно, вот, а при обработке используется в том числе, то, что называется, там, сим-дорасширение процессора. Вот, то есть, процессор умеет, на самом деле, довольно много чего делать в параллель, вот, причем не просто за счет того, что у него есть много ядер, а за счет того, что в одном ядре, ядро, как говорят, суперскалерное, оно там может одновременно исполнять, во-первых, много инструкций, а во-вторых, бывают еще инструкции, которые одновременно… Ну, там, сделать XOR двух больших мест в памяти. Вот, можно, не знаю, там, взять 8 интов и другие 8 интов и их там за одну инструкцию быстро сложить. Вот, это вот есть такая… Но это все равно же, их надо получать из памяти и записывать обратно. Да, ну, нет, естественно, в памяти они лежат, как, не знаю, там, 8 интов и тут лежат, как 8 интов, вот, но тем менее, там есть регистры достаточно длины, чтобы хранить сразу 8 интов и семантика, не прибавь один и другому, а рассмотри эти, там, не знаю, 10,6 бит в качестве 8 помножить на что, там, 32, вот, и, значит, по группам сложи и помести в регистр, который тоже имеет размер. Это реально очень быстро, и если вычисления, они, то, что называется, CPU bound, то есть они упираются в CPU, то векторный движок позволяет, ну, в разы, там, бывает, в десятки раз быстрее все, значит, посчитать. Ну, скажем так, я могу для примера, то есть если на микробенчмарках пытаться, там, ну, я не знаю, условно, там, складывать, там, массивы, то там разница примерно в 10 раз, но на практике, вот, векторные движки, они, ну, там, там, ну, может быть, в два раза, они быстрее получаются. Ну, да, потому что практика, на практике обычно мы не просто складываем, не ты? Да. Счастью ли, там уж, не знаю, нечаясь. Ну, в общем, разница, тем не менее, не десятки процентов. Векторные движки, когда говорят, мы у нас векторные движок, то обычно ожидается, что, окей, у вас там, не знаю, в два, три, четыре раза быстрее, иначе, чё, что на какой-то... А вот ГПУ, это как бы в большей, большей... А, да, да, да. Ну, что, например, ГПУ, это в некотором смысле, это прям такое предельное положение всей этой концепции. В ГПУ вообще общее название для всей этой технологии, это называется SIM, то есть Single Instruction Multiple Data. Да, да. Одна и та же инструкция исполняется одновременно для большого количества очень данных, и, ну, основная, реально основная проблема при написании кода в таком стиле, это то, что далеко не все вычисления можно выразить в терминах одно и то же, сделай с данными. Например, ну, первое, что бросается в глаза при написании кода в таком стиле, что использовать ветвление, то есть, не знаю, условный переход, грубо говоря, проблематично, потому что если мы сделаем такой бранч параллельный, то когда мы его, так сказать, применим... Нет, ну, понятно. ...выполнение рассыпется на... Поэтому... Кратчайший путь в графе непонятно как. Кратчайший путь в графе трудно считать, но на самом деле с помощью СИМДа в том числе сортируют. То есть, вот если кто читал книжку Кнута, я вот не знаю, не дай бог, там я тоже читал в детстве, там вот есть такая вещь, называется сортировочные сети. Да. Вот. Аккуратно. Да. Вот сети, сортировочные сети, они хороши тем, что они преобразуются в СИМД-программы. То есть, на самом деле, операцию применения, вот, ну, так сказать, очередного слоя сортировочной сети можно выразить в термах СИМД-инструкции, как ни странно. Это, кстати, вот горячая тема последних нескольких лет. Вот эти алгоритмы сортировки, там Google выложил, там еще кто-то выложил. То есть, вот, в последние годы на конференциях все бывали. Короче, значит, Кликхаус имеет векторный движок, но помимо векторного движка у Кликхауса есть, вот как вот я уже говорил до этого, в системах такой вида есть два слоя. Есть слой хранения и слой обработки. То есть, сторич и компьютер. Вот. У Кликхауса тоже есть какое-то, с позволения сказать, сторич. Вот. Он тоже распределенный, если что, он там тоже в некотором смысле отказоустойчивый. Да. Но они не используют ваш, а у них есть свои собственные. Они не используют, они абсолютно независимые. У них, если что, кластера, которые реально эксплуатируются, я бы сказал так, ну, на порядок меньше. То есть, там, тысячу машин они, наверное, потянут, а десять тысяч уже нет таких прецедентов. Вот. То есть, данных там реально, ну, гораздо меньше, чем у нас. Но, тем не менее, есть некоторая альтернативная, так сказать, вселенная. Вот. Почему я это упоминаю? Потому что внезапно мы умеем делать следующее. Мы умеем брать движок Кликхауса, вот векторный, который считает, его запускать поверх тех данных, которые у нас лежат. То есть, мы умеем брать compute-часть их стека, подменять storage-часть, вот. И то, что называется, то, что получается в итоге, называется Кликхаус over IT. Вот. И. Он тоже open source? Он open source, да. Он open source. Там в репозитории выложен какой-то слепок. И что Кликхаус тоже open source. Вот. Так что, ну, там выложен какой-то слепок репозитория Кликхауса. И сейчас обновляем его, там, подтягиваем апдейты, фиксы. Вот. И вот, не знаю, тут даже есть какой-то условно-живой, так, ну, условно-живой пример. Условно-живой пример живет в условно-живом месте где-то вот здесь. Трудно понять, на самом деле, в чем разница, но это тоже какой-то SQL-запрос. Вот. То есть, вот, как видите, вот SQL-запрос, это реальный SQL. И снова обращение к каким-то данным, которые лежат у нас. Это снова какие-то where, keep your buy, какие-то having. Смысл в том, что он исполняется, вот как можно заметить, прям, ну, практически мгновенно. Потому что, ну, Кликхаус сам по себе быстро. А кроме того, все, что вы раскладываете в MapReduce, оно медленное просто by design. Поскольку запустить MapReduce вычисления, это, ну, большой оверхед есть с этим связанный. Если вам нужно, не знаю, 100 мегабайт обработать, вам не нужно использовать MapReduce, потому что MapReduce там, покуда джоб запустит, там здесь пройдет и, вот. Можно использовать Кликхаус. Кликхаус в этом смысле гораздо быстрее. Там есть уже заранее поднятые воркеры, которые готовы в любой момент запрос принять и его исполнить. Они там внутри, там, данные пошлафлят, как-то разберутся, кому что послать, в общем, это уже не очень наша забота. Да, если что, Кликхаус исходно писался как движок, который заточен под распределенные вычисления, естественно. Именно поэтому нам так легко удалось с минимальными усилиями его к нам вставить. Вот, не знаю, попытка вставить какой-нибудь подвеск к нам в теории возможно, но, понятно, это усилие просто несколькое. А, кстати, насчет кликов и хаусов. Вот есть у нас такой дорогой друг и товарищ, Боря Музыканский и Миша Андреев, его компания не работающий. Они тоже все время какой-то, что-то куда-то, какие-то клики куда-то, значит, какой-то хаос помещают. Это другая или нет? Я, прости, не знаю, селивание клики, но самая... А, никакая компания называлась IP on Web, она довольно большая. IP on Web, да, но, смотри, используйте ликкхаус или нет, я не знаю. Если что, но Кликхаус очень популярен, вот, не знаю, в русскоязычном комьюнити не только. Ну, у тебя это признанный продукт, вот у него есть понятная ниша, если... Нет, нет, ну, я просто хотел спросить, нет, их сейчас продали компании Criteo, которая рассылает французскую рекламу. Нет, не исключено, абсолютно не исключено. Вот, если что, вот опять для понимания, Кликхаус, у него примерно есть следующий, как бы сказать, такой вот продажный, не то что лозунг, такой мод-то, вот, значит, вот, что если, вот у вас есть задача некоторая, вот, если вообще вашу задачу можно решить с помощью Кликхауса, ну, вот, не знаю, ее можно выразить в терминах вот этого SQL-подобного языка. Он выглядит как SQL и на самом деле многое умеет, но это не совсем SQL, он многое в одновременно и не умеет. Как я уже говорил, там толком в джойном нет, толком нет джойнов, например. Так вот, если вашу задачу можно выразить в этих терминах, то с высокой вероятностью Кликхаус – это оптимальный способ ее решения. В смысле, если взять любой другой движок, который умеет примерно то же самое, то, скорее всего, Кликхаус будет быстрее. Позиционируется как очень быстрый движок, вот, ну, с такими местами ограниченные возможностями, который, ну, просто заточен под скорость. Вот, как раз дейта слой, который, там, дейта сторож слой, который хранит данные, у них довольно примитивный и наш там, ну, получше. А теперь ваши эти самые, можно хранить гораздо больше данных, и они тем самым вот это, значит, нужно обнировать. В целом, да, ну, опять же, будем честны, за счет того, что мы, там, одно посадили поверх другого, если взять ванильный Кликхаус без нашего сторожа слой, то за счет того, что, там, парень нет среза на углы, там, он будет быстрее, но там разница не фундаментальная. То есть, если... Ну, слушай, ну, если у нас статистик до сих пор нет, то на части запроса... Ну, окей, давайте так, есть кейсы выраженные, ну, не выраженные, есть кейсы, где Кликхаус обгонит, и, понятно, причины мы работаем над тем, чтобы наша, так сказать, разновидность его была такая же эффективная. Вот, но, с другой стороны, если это просто не запрещает сумму чисел, то все, скорее всего, придется в диск, и дальше будет вопрос, у кого диски быстрее. Компьют одинаковый. Вот, ладно, я думаю, что, если вы готовы, там, не знаю, еще полчаса послушать вдруг внезапно, или там сколько-то, вот, вот сейчас Руслан расскажет вам про... Нет, вообще, очень готовый, нет, еще, на самом деле, есть много разных других вопросов, как вообще все это внутри живет, я не знаю, может быть, тогда мы это самое в следующий раз послушаем заодно, ну, сейчас начнем. Я думаю, пламу, мы-то можем, нет, в смысле, мы там, может? Ну, можем, конечно. Если вам интересно, потому что... Нет, мне очень интересно, вообще, если что, ясно, я вижу свои экраны, которые остались первые типы по программированию за последнее время, короче, понимая, о чем идет речь, это так обычно, или такое говорят, и понять невозможно. Мне казалось, вообще, не тут, как ничего понять нельзя, нет, хоть понятно, вообще, примерно, что происходит, нет, 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 это самое, но, программирование. Тут вообще никого программировали. Нет, только они начинают объяснять, что там этот принтер, у них монада, но после этого я уже... Принтер, монада? Который, монада, ничего не знаю. Да нет, это вот может понимать Илья Межнев, наверное, и, может, Миша тоже может, но... Главное, хорошо, даже если он монаду, зачем он монаду? Да, хорошо, но тогда, может быть, надо начинать так, что, может быть, сейчас Руслан расскажет что-нибудь так в качестве анонса минут там на 20-30, а подробно мы еще вас заслушаем и зададим себе вопрос в следующий раз. Ну, давайте, да, я что-нибудь порассказываю, я, правда, не очень понимаю, что мы тогда будем еще полтора часа, а потом... Не будет это самое, так и не будем. Нет, я, например, могу рассказать интересные истории про то, как вот эти консенсус-системы внутри пишутся, потому что там есть много вещей, которые, если, как сказать, не пытаться это сделать руками, то они неочевидны или кажутся, не знаю, какой-нибудь полной ерундой, а вот когда начинаешь это реально писать, то, ну, в общем, там есть много интересных историй, мне кажется, есть о чем поговорить. Ну и вообще в целом эксплуатация... Система большого размера она имеет свою интересную дикоцитию. Эксплуатация – это просто какой-то другой мир. Да. Не похоже на то, что дома происходит. Ну, а так, значит, да, давайте, динамические таблицы, меня хорошо слышно, да? Ну, давай я... Не слышно, да. Но если чуть больше громче говорить, то нормально. Смотрите, мы сейчас сделаем следующее. Я замью, сейчас Аруслан включит у себя, я буду слышать, что он будет говорить своими. Да. Так, вот так. А вот стало лучше, да. Ой, ой. Но возникло эхо. Так, теперь вот так вот. А, звук. Нет, я надо звук выключить, иначе будет... Теперь без эхо, да? Да, теперь очень хорошо слышно. Отлично, да. Значит, а вот Максим пока рассказывал про статические таблицы, он говорит, что вот есть чанг, и, допустим, мы там хотим один ключ поменять, и это у нас как-то вот не складывается. Но в жизни, понятное дело, что такое желание иногда бывает, да, то есть там завести какую-нибудь таблицу и менять у нее отдельные строчки. Вот. Ну, а как это вообще вот на сторидже, который хранит блабы, можно, в принципе, сделать. Но давайте вот это вот, то, что мы хотим, значит, обновить, и вот это обновление запишем просто в новый чанг. Вот. Но, как бы, просто строчку в новый чанг, наверное, тоже не очень хорошо записывать. То есть, по-прежнему, мы рассматриваем задачу, но более имеется там набор этих самых записей, а запись – это кортеж там с значениями данных атрибутов. И вот мы хотим... Да, 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 да. То есть, вот как бы вот таблица. Мы правильный, оставляя старый неправильный там, где он был. Ну, например, да. То есть, мы как бы вот... У нас есть кортеж, мы там частью него хотим обновить. Вот давай вот этот вот патч кортежу, ну, как бы, его не запишем в тот чанг, где сам кортеж лежит, запишем в соседний чанг. Ну, наверное, один такой апдейт для чанга тоже как бы слишком жирно, но у нас, наверное, там может накопиться там пачка этих апдейтов, и мы вот у нас там был как бы старый такой основной чанг, и добавим к нему такой еще маленький чанг с апдейтами. Но если мы в промежутке ничего не хотели читать, а только записывали... А вот транзакционность пока, значит, оставим за рамками. Вот всего этого процесса, то есть, вот просто пока про модель данных я не расскажу. То есть, ну, в принципе, картинка понятна. У нас есть там старый чанг, есть там еще один чанг, в котором потенциально могут быть некоторые обновления. Нам для того, чтобы прочитать строку, нужно ее посмотреть, ну, как в обоих чангах, и в старом, и в новом. Ну, вот. Ну, дальше такая конструкция, она немножечко, значит, начинает развиваться. Вот, как бы, хорошо, пишем новые апдейты, ну, значит, там, как бы третий чанг, да, получается, нам надо сделать. Вот, и в итоге вот так вот очень много чангов. Ну, в какой-то момент мы на этом смотрим и как бы и думаем. Так, ну, подождите, у нас вот был там старый чанг размера гигабайт, и теперь там у нас вот еще этих там дельт на гигабайт набралось. А вот почему бы нам просто не взять все это, вот не прочитать, и не записать просто в новый чанг размером гигабайт? Да, ну, логичная идея. Да, 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 вот такая вот, значит, логичная идея, и из нее вырастает вот структура данных, которая называется log-structured merge-3. Ну, вот, то есть она... Сейчас, как называется? Можно еще раз. Log-structured merge-3. А, да. Вот, да, LSM. Ну, почему log-structured? Ну, потому что вот эти вот чанги как бы с дельтами... Это от логарифма или от log-4? Нет, 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 это лог данных. Да, да, да. Right ahead log, вот это вот. Да. Ну, почему так? Потому что вот если посмотреть на то, как мы в нее пишем, то вот, значит, эти дельты мы пишем в последовательности, как пользователь их нам прислал. Да. Ну, вот. Ну, и получается, что там с одной стороны у нас вот чанки это такие некоторые кусочки лога, а с другой стороны мы их берем вот, то есть во все дерево вот так вот собираем. То есть получается, что мы с одной стороны достаточно эффективно пишем, вот, то есть мы пишем сразу в чанг, причем там, если говорить там про последовательную запись, то мы это пишем последовательно, и изначально эта структура появилась для там жестких дисков, то есть появилась для HDD, в середине 90-х примерно ее вот как бы сформулировали. Но если мы пишем последовательно, то когда мы захотим прочесть запись каким-то определенным ключом, нам придется читать целый чанг целиком. Да, совершенно верно. Нам придется как бы читать из разных мест. Во-первых, из разных мест, а во-вторых, с Сашей, более важную вещь, что невозможно понять, как прочитать то, что реально нужно, не прочитав чанг целиком. Ну, значит, с этим тоже можно как бы немножко жить, немножко работать. Вот чанг, значит, мы приходим к тому, что называется там sort of string table, вот, то есть возьмем чанг, там возьмем в нем строчки упорядочим и делаем, значит, для этих строчек, ну, допустим, у нас есть гигабайт строк, и сделаем некоторую аннотацию. Ну, там возьмем каждую сотую строку и ее, вот, ну, как бы ключ этой строки запишем в такой отдельной последовательности. Давайте я, может быть, чуть по-другому скажу, не знаю, будет ли понятнее или нет. Ну, вот, допустим, у нас есть чанг. Если в этом чанге лежат какие-то данные, и мы хотим искать в этом чанге по ключу, то нам, очевидно, нужно снаблить этот чанг, ну, некоторой дополнительной информацией, которая позволяет искать. Вот, и информация, на самом деле, может быть, очень разная по своему виду. Вот, самое важное, что поскольку чанг иммутабельный, то есть чанг не меняется, то эти индексы, вот, это называется индексом реально, они довольно просто устроены, в отличие от ситуации, когда чанг бы менялся на лету. Вот, например, можно сделать следующее. Например, можно действительно данные в чанге посортировать по этому ключу, вот, а дальше для того, чтобы, ну, не делать, кстати, бинарный поиск по диску, вот так вот, как обычно это бы делалось, можно, я не знаю, проредить эти данные, взять каждую, не знаю, там, тысячную строчку, ключ каждой тысячной строчки выписать и собрать из этих каждых тысячных ключей небольшой индекс, который положат рядом. Он даже, скорее всего, в памяти будет закэширован довольно быстро, и он позволит понять, какое именно место чанг, это нас должно интересовать. Вот. Это один из, не знаю, вариантов. Можно, не знаю, хэштаблицу на самом деле сделать на диске, она тоже на самом деле существует. То есть есть разные индексы, которые позволяют полир данных, записанных на диске, устраивать быстрый класс. Ну да, то есть вот там структуру, которую я сейчас там попытался описать, Максим подробнее описал, это, ну вот, можно еще сказать, а вот давайте там возьмем Б-дерево и просто там выкинем из него там сплит-мерш. Но это как бы, вот если уже есть полный чанг, то в нем индекс уже не меняется. Да, 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 совершенно верно. А, нет, 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 значит, индексы, про которые мы сейчас говорили, они для каждого чанга свои. То есть это просто позволяет, значит, если мы хотим там прочитать одну строчку, вот один кортеж, то нам, ну, праймарики этого кортежа нужно по-прежнему поискать в каждом чанге, но из каждого чанга нам нужно прочитать немного. То есть нам нужно будет прочитать индекс, ну и какой-то вот отдельный там небольшой кусок данных, который они индексируют. Блок, да, вот один блок с диска, допустим. А, хорошо, то есть вот, значит, получается, что у нас появились такие таблицы, которые мы, в принципе, можем менять, можем читать по ключу, и все это живет поверх вот этого распределенного блок сторожа, ну и вот такая, значит, конструкция, она уже приводит к тому, что называется распределенный key-value storage. Сейчас, я, может быть, давайте я чуть-чуть, может, еще скажу. Сейчас, key-value, это, то есть ты хранишь пары, просто, ну, частичную функцию, пары, аргумент значения. Руслан говорит, все верно, просто Руслан, как человек, который этим занимается последние там много лет, возможно, не понимает, с кем иметь дело. Вот давайте я, я просто недавно школьникам рассказывал, вот похожую вещь. Мне кажется, я вот могу некоторые аналогии провести, вот, потому что люди, которые этим не занимаются, обычно все одинаково ничего про это не знают. Значит, действительно, это называется key-value storage. В самом, не знаю, в самом простейшем минимальном варианте вообразим себе таблицу, у которой есть две колонки. Одна называется key-ключ, другая называется value-значение. Вот, и наша задача уметь быстро выполнять следующие операции. Во-первых, ну, так сказать, апдейт, когда мы по ключу значение меняем и перезаписываем его, если оно там было. Да, и посмотреть, или посмотреть, что же... Удалить еще, возможно, захочется. Не знаю, три операции. Key-value storage может быть очень большой. Может, мы хотим сделать его на петабайт данных. Вот, и в целом это очень полезный интерфейс. Многие системы, кстати говоря, примерно такой интерфейс предоставляют. Есть даже этот акроним CRUD. Create, read, update, delete. Да, это тот самый комплект операции. То есть, вообще говоря, то, что колонок всего две, это в жизни не тоже прям сильно мешает. Я прошу прощения, мы должны что-то видеть сейчас, кроме этого? Нет, мы ничего не шарили. Просто разговор про две колонки, я думаю, что кто-то что интересует. Нет, предполагается, что слушатели могут себе представить две колонки, в одной из картинок, в другой значении. Воображение должны рисовать вам. Да нет, на самом деле мы можем, это самое. Я могу вам сделать доску. Нет, нет, нет. Не нужно вам делать. Я могу, в смысле, прям в live demo сделать сейчас две колонки. И мы будем встать. Нет, нет, нет. До этого мы еще можем себе представить. И то, что мы видим, примерно следует, что неизбежно, если данные очень велики, то эти данные придется хранить на диске. То есть можно себе изображать системы, которые называются in-memory базы. И они, кстати, есть, они популярны, они там востребованы. Но мы сейчас не про это. Мы говорим про системы, которые данные хранят на диске. И возникает вопрос, как же в нашей системе, а наша система не самый нижний уровенью реально умеет хранить только вот эти иммутабельные главы большого размера, которые называются чанками, их там репетировать. Как же на это натянуть вообще историю про то, что данные реально меняются? Вот. И Руслан объясняет следующее, что надо, во-первых, сказать, что, ну, это не было явно сказано, но давайте я проговорю. Считать, что таблица состоит из двух слоев. Один все-таки лежит в памяти, несомненно лежит в памяти. И он хранит в себе самые, так сказать, свежие вот обновления, которые только что были выполнены. И которые, из которых еще блоба не сделали. Которые блоба еще не сделали. И самое это мутабельная часть. Вот мутабельная часть там в разных системах становится по-разному. Ну, используют термины, там, memory store, там, у нас это называется dynamic store. Ну, так или иначе, это что-то динамическое в памяти. Вот. А большая часть данных, подавляющее большинство, должно лежать на... И лежит оно в виде чанков. И чанк представляет собой, ну, вот, такой набор пар. Ключ-значение, ключ-значение, ключ-значение. Вот. Тем самым, вот, исходя из этой модели, давайте предположим, что мы хотим исполнить наши операции. Ну, например, допустим, мы хотим сделать операцию апдейт для простоты. Вот. Руслан говорил следующее. Он говорил про патч. Он говорил следующее, что, ну, апдейт, это же сложно. Это надо понять, где что записано и что-то там поменять. Чанки поменять бесконечно дорого. Мы не можем себе этому позволить. Поэтому давайте просто запомним то, что этому ключу теперь соответствует вот это новое значение. Заполним это просто в памяти. Да. Ну, и если память не переполнилась, то мы нового чанка не образуем, а просто вот там... Память не переполняется. А если нам надо, значит, это самое посмотреть, то мы смотрим в порядке приоритета, где поменялось последним. Ну, это зависит немножко от того структуры этого вот там ЛСМ и прочее. Есть такие, как ты говоришь. Мы скорее там смотрим везде, потому что у нас нет упорядоченности. Ну, то, что говорит Саша, тем не менее, несомненно, правда. Для того, чтобы понять, кто вообще, говоря, последний, а кто не последний, какую-то информацию надо помнить даже нам, несмотря на то, что мы все такие тут небанальные и, значит, неординарные. Вот. Это технически называется таймстэмпом. Есть такой термин таймстэмп. Когда запись проходит, она аннотируется специальной меткой, которая монотонно растет, имеет в каком-то смысле... Ну, это в некотором смысле часы. Такие вот часы. Не физические, если что, часы. В распределенных системах физические часы редко, когда работают нормально. Это вот логические часы, которые монотонно растут, и каждое следующее значение гарантированно больше предыдущего. Вот. Так что записи аннотируются таймстэмпами, и когда нужно действительно узнать, что же реально лежит по этому ключу, то мы плюс-минус делаем следующее. Мы ищем этот ключ в наших чанках. В первом приближении везде ищем, во всех чанках. Ищем его в памяти. Вот. А дальше отбираем самое свежее значение, глядя на таймстэмп. Вот. Можно назвать версией. Да, версия. А происходит ли какой-нибудь, так сказать, внутренняя оптимизация, когда там потихонечку два чанка соединяются в один? Да, да, да. Вот это вот, собственно, это часть мердж, вот это и вот там, логтатчат мердж 3, да, потому что иногда происходит вот это. Давайте я запишу в чат, значит, значит, докстратчат мердж 3. Это вот называется. Да, и там это, ну, там, статья, которая популяризовала, там, примерно, 95-го года, по-моему, и там практически все системы, которые после 2000-го делались, вот, с ВД-шного характера, они на LSA. То есть, вы правильно ли я понимаю, что вот эта самая структура данных key value, это то, что там в питоне называется словарь, там вообще какая-то совершенно... Ну, можно так себе представлять. То есть, ну, как бы, дистрибьютор, это, конечно, требует еще иногда некоторое. Да, и тем самым, условно говоря, может быть, если нужен какой-то питон, который работает с очень большими данными, то он может работать поверх вот этой вашей структуры. Он будет делать бесконечно медленно, если прямо запустить питон. Да, без учета того, что это медленно, ну да. Типичное время поиска даже в лучших домах, так сказать, Европы, оно составляет, наверное, единицы миллисекунд. Да, единицы миллисекунд. Суб-миллисекундные задержки при поиске обеспечить нереальный по соображению производительности, ну и, там, не знаю, переключение контекстов, там, планирование тридов. Нет, ну, миллисекунды, если я там покупаю билет, это вполне может где-то быть. Если возьмешь кто-то, который ничего не знает про то, что он запускает с первых словаря, который лежит в расстроенной управлой системе... Да, то, скорее всего, там ничего не получится. Ну, это будет во сколько там? Примерно в тысячу раз медленнее? Это не в тысячу раз, это... Не знаю, там... В десять миллионов, да, в десять миллионов раз медленнее, чем из памяти. Вот. То есть, вот смотрите, если что, не знаю, насколько вот знакомо с участием вот другой термин, вот есть, как называется, B-trees. Есть такое вот... Б-три должно быть. Ну, должны, наверное, все-таки, это базовое... А, в смысле, ну, это B... B-деревья. B-деревья, это правда. Да-да-да, я не понял сначала, да. А вообще, если вы когда-то, не знаю, читали про то, как делаются системы... Вот те же самые... Ну, файловые системы на B-деревьях. Файловые системы, Postgres, Oracle, да там, не знаю, BerkeleyDB, если вот смотреть там в средоначальниках, то системы, которые вот базами данных работали, исторически строились поверх того, что называется B-tree. Вот, ну, это вот такое дерево с большим ветвлением, расположенное на Ростон-Виске. Вот, и это в некотором смысле конкурент. Log structure, значит, и, то есть вот сейчас есть две парадигмы. Ну, примерно так. А B-tree тоже бывают распределенные теперь? Бывают распределенные. Бывают, бывают. Ну, можно сделать. Ну, можно сделать, я просто пытаюсь... Ну, как в смысле? Подожди, ROG-DB... Взять ROG-DB. Нет, во-первых, ROG-DB на LSM. Ты прав, White Tiger. Веркли DB взять и верхник натянуть такое-нибудь шаргирование. Ну, вот у тебя будет... Ладно, нет, нет, здесь вот просто ключевое, ключевое, ключевая разница за то, что там влог трассе, 3 чанки и мутабельные, а B-tree, она подразумевает скорее работать со страницами. Вот, и страницы, они мутабельные, да, то есть вот, ну, как бы, откуда вообще вот это вот там B-tree взялось, ну, потому что это очень похоже на там, на PHKш операционной системы. И, ну, это просто то, как вот люди раньше работали с жесткими дисками, прочитали страничку, что-то там поменяли и отложили назад на диск. Ну, собственно, B-tree были придуманы, я уж не знаю, каких-то там в 60-х, наверное. Ну, там в 60-х была статья там визнестущие B-tree. Ну, окей. B-tree – это очень-очень древний слой. Ну, конечно, первая база данных, которые стали люди делать, а это, наверное, 80-е, я думаю, где-то. Да, да. А тебе это 80-е. Да, ну, промышленные 80-е, в 70-е прототипы. Вот, то есть это базы, конечно, которые использовали B-tree. Вот. И основная проблема, которая… Почему, собственно говоря, у нас не B-tree? Почему B-tree вот в распленных системах довольно, ну, скажем так, неактивно используется? То есть есть применения, но они скорее такие маргинальные. Причина вот в чем. Вот B-дерево на диске – это действительно такое highly mutable data structure. То есть это структура данных, которая представляет собой набор блоков на диске, которые постоянно как-то рандомно достаточно меняются. И если мы хотим сделать это отказоустойчиво, то перед нами стоит весьма непростая задача придумать, как сделать диск, который выглядит как обычный блок-девайс, то, что называется, не знаю, там, в Linux-системах, который, кроме того, отказоустойчивый. Ну, отказоустойчивость таких систем, она там скорее либо рейд, либо уже репликация над. То есть нужно как-то обеспечить отсутствие отказов при поломках дисков. И как это сделать? Вот мы же тоже обеспечиваем некоторую отказоустойчивость, но мы ее обеспечиваем, потому что мы жулики, потому что мы знаем, что данные, которые у нас лежат, это большие мутабельные блобы. Их можно отреплицировать, можно, не знаю, следить за каждым этим блобиком, и реально контрол-плей нашего класса это делает, он понимает, где каждый чанк лежит, кому там не хватает репликации. То есть вы рискуете просто той частью, которая записана в памяти, и еще ничего им мутабельного не образовывало. Нет, я пока что объясняю, почему вдруг потребовалась некоторая альтернатива B-деревьям, потому что B-деревья оказалась... Нет, ну потому что, конечно, они же не распределенные, так сказать, с самого начала. Смотри, мне кажется, скорее они не отказоустойчивые. То есть распределенность это свойство немножко ортогональное. А чтобы сделать B-дерево распределенным, достаточно просто весь киспейс порезать на части, на шарбеке, и каждый шарбек обслуживает своей машиной со своим B-деревом. Тут нет фундаментальной проблемы сделать B-дерево распределенным. Считай, что верхний уровень B-дерево, он, так сказать, из машин собран. Здесь у тебя есть жесткие диски. А, до какого-то момента они просто в разных местах находятся. Да, корень, из которого торчат ветки, и каждая машина обслуживает свой диапазон ключей. Это шардирование просто. Но дело в том, что отдельные хосты в этой вселенной будут отказывать. Ты будешь терять куски B-дерева. И это выглядит крайне не очень. А это как бы они должны быть, если их реплицировать, то это будет отдельная репликация каждого. Реплицировать, то надо придумать, что значит реплицировать мутабельные данные. То есть как добиться того, чтобы ты писал в некоторый такой блок девайс, а блок девайс реально писал в, видимо, несколько копий этих блоков. Как-то при избоях это все синхронизировалось. Аппаратно решается рейдами. Рейд, замечу, работает в более простой модели. Рейд – это все-таки набор дисков, подключенных к одной машине. Да, да, да. Ну, конечно, да. Это не распределенность, не дает распределенность. Нет, распределенность, ну вот, да, на уровне блок-стораджа непонятно как. В целом бывают то, что называется сетевые блок-девайсы. То есть в целом, если какой-нибудь сэф, он реализует концепцию, кажется, там есть сетевой блок-девайс, да? Не знаю, но тогда вот это вот, там, эта же самая проблема должна решаться. Решается в самом сэфе, но просто стоимость решения задачи сделать отказоустойчивый блок-девайс, она довольно высока внезапно. Смотрите, сколько вы заплатите в терминах количество перекладываний данных, оно там довольно приличное. Мы хотим все-таки перекладывать данные поменьше, поэтому люди придумали в какой-то момент вообще отказаться от бодерей, чтобы бодерей вообще не годны, слишком они мутабельны. И давайте собирать структуру данных из иммутабельных чанков. И пока что объяснение, которое было выдано, звучит так, что есть действительно горячий слой такой in-memory, который вы еще подозреваете в том, что он теряет данные, как будто бы на самом деле нет. А с другой стороны есть иммутабельный слой, ну как иммутабельный слой, в котором хранятся чанки, которые сами по себе иммутабельны, но состав этих чанков множество. Оно, конечно, может меняться. Могут новые появляться, например, чанки. Дальше, наверное, нужно объяснить две вещи. Я вот, собственно, предлагаю поговорить. Что, во-первых, тот слой, который в памяти, он все-таки надежен, слава богу. Если вы, так сказать, сказали, там, не знаю, set A равно B, или там, не знаю, по ключу 5 записать значение 6, и вам сказали, ох, то есть все записано, то, в общем-то, эти данные не потеряются от перезагрузки, не знаю, процесса там, или от пропадания питания. Ничего такого не будет. А второе, про то, что Саша говорил, то, что если, конечно, этих чанков будет все больше и больше и больше, искать мы будем во всех подряд, то это же безумие. Чанков в таблицах могут быть многие миллионы, и если мы будем в миллионе мест искать на каждый ключ, ну, это не будет работать. Поэтому есть разные методы, которые, во-первых, сокращают количество чанков, которых мы ищем, просто за счет некоторого прюнинга. То есть можно понять, что некоторые чанки совершенно точно вам не подойдут. А, с другой стороны, есть техники, которые позволяют на лету, ну, как в процессе того, как таблица формируется и живет, уменьшать количество чанков, из которых она сделана, чтобы чанков не становилось все больше и больше и больше. Потому что, кстати говоря, в описанной схеме очевидно постоянно накапливается мусор, потому что мы ничего не удаляем никогда. Если мы одно и то же, то храним ненужное старое значение. Постоянно только добавляем новые версии, а старые как будто бы не выказывают никакого желания исчезать. Вот, а это явно, ну, не практично. Ну, давайте, я знаю, поговорим про инмамори, но хорошо, там, инмамори, наверное, да. Я думаю, что сейчас, сейчас, самый правильный момент, чтобы сказать, чтобы это будет, вот про это будет следующий раз. Нет, уже когда. Значит, у меня есть два конкретных, ну, и еще там, ну, там, общая идея, уже в порядке такого общего образования, чтобы вообще понять, как устроены там большие, большие компании, большие данные, то есть, вот, кто, сколько человек пишет, какой код, так сказать, вообще, как это, почему это все работает и не рушится, кажется, постоянно. Вот это я не могу понять. А для меня это совершенно... А, почему, почему все... Нет, я, простой ответ следующий, потому что есть там N людей, которые, значит, это поддерживают. Нет, ну, правильно, но, в общем, вот тут есть много вопросов, вот, допустим, из этих N людей, там N делить на натрий куда-нибудь уехали. Что там происходит? Все, все, ничего не будет доработать. Нет, хорошо, ладно, значит, это вопрос о N делить на натрий тоже важный, но, значит, по поводу следующих... Монстре может оказаться. Да, да, да. Да, по поводу, значит, по поводу конкретно следующего рассказа, у меня такое специальное пожелание, ну, помимо вот этих общих расспросов, может быть, можно что-нибудь изолировать в виде некоторого конкретного алгоритма, там, ну, так сказать, вот конструкции, теорему, что вот можно сделать что-то как-то, там, каким-то способом за какое-то время. Это вот задача консенсуса, она теоремизируемая. Нет, смотри, я думаю, что если так окинуть в общих чертах максимально широко все, что мы делаем, и пытаться выделить там части, которые, ну, имеют какое-то к математике отношение, ну, прям к математике настоящей, не вот, не к тому, что там... Нет, нет, что-нибудь очень простое. А простого там не будет. Вот это вот. Нет, ну, там, смотри, то, что вот, давай перечислю, то, что является, ну, математически обоснованным, и там какие-то математические теории стоят. Ну, понятно, что есть, во-первых, коды исправления ошибок, но мы про это, ну, не специалисты явно. Да, 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 нет, но это, да. Для этого у нас есть Тиханин. А вот, Тиханин, из которой все знают. Да, да. Может, Тиханин на поле. Да. Вот, то есть коды исправления ошибок. Дальше. Есть, действительно, это прямо вот математика, это теория консенсуса. То есть вот то, как, собственно говоря, пять машин внезапно делают вид, что это одна машина, как они там переживают эти сбои. Там, действительно, есть и теоремы, и какие-то там доказательства. В смысле, настоящие теоремы, настоящие доказательства, если что, без иронии. Да. Но это непростая вещь, если честно. В смысле, я могу про это рассказать, рассказать про Раф, например. Хотя бы, возможно, какую-то интуицию я дать могу. Детально доказательствами, скорее, кажется, проще считать. Ну, хотя бы формулировку. Ну, окей, формулировка. Но есть ли что-нибудь, чтобы как бы в каком-то смысле вы реально использовали? Нет? Если там вообще на фоне этого написано... Раф абсолютно реально используется. Без него мы... То есть, вот есть некоторый алгоритм, который вы реально используете, и корректность которого товарищи ученые доказали. Более того, поскольку у нас, естественно, как обычно, не настоящий Раф, а какая-то вариация, то вариация даже в какой-то момент, поскольку это расширение Рафта, то для того, чтобы убедиться, что это расширение Рафта корректно, мы даже что-то доказали. У меня там где-то в цифре сохранилась простыня доказательства какого-то интересного свойства. Но так иначе, это действительно новое. Что-то такое максимально простое на этом примере для чайников. Ну, консенсус – это непросто. То есть, это вот полтора-полтора часа. То есть, даже формулировку нельзя объяснить? Ну, за час можно. Как правило, в таких системах, в таких темах, формулировка, правильная формулировка является существенной составной частью решения. То есть, это не как бы просто сам язык и само понятие о том, что это сериализуемость, оно требует некоторого инсайта. То есть, ты… Так вот, если человеку подойти, не знаю, там на улице, не знаю, математику и сказать, сформулируй мне, что значит консенсус, а если ничего про это не знает, ему что говорить, ну, вот это как будто пять машин, как одна машина, то вряд ли у него быстро получится сформулировать, потому что это в целом, ну, некоторая нитриарная, элементальная работа. Поэтому быстро сформулировать, строго быстро сформулировать, я не готов, и кажется, никто не умеет. Сформулировать не строго, не знаю, сколько надо, быстро я могу, я, кажется, пытался это делать, не знаю, сколько получилось. Вот. А вообще сам рассказ, он достаточно такой. Нет, но это, кстати, может быть, тоже отдельно интересно. Вот. Что касается всего остального, но я вот как-то вот откидываю взглядом. Ну, смотрите, там очень много инженерии из разряда, вот есть задача, которая, понятно, там, НП полна, или даже, не знаю, еще хуже, там, какая-нибудь, да, PSP полна, вот, а мы тут ее решили в кавычках, потому что вот у нас есть либо приближенный алгоритм, либо, не знаю, просто и в рифте какая-то, а ладно, это одно и то же. Вот. Но смысл в том, что мы тут какой-то код написали. Вот. Ну, конечно, что мы не доказываем, оно просто работает на практике, не просто пакует какие-то джабы там как-то, вот. Ну, про это, это, на самом деле, это не математика, это все-таки из разряда инженерии. Вот. И прям вот чего я не придумаю, все выглядит, скорее, больше инженерного. Нет. Вот, кстати, из разряда инженерии было бы как раз интересно мне послушать, так сказать, как, вот у нас имеется даже конкретный заказчик, который хочет свои эти шахматные оппозиции в игре рассчитывать. И даже мы примерно понимаем, что там нужно, как бы, ну, какие там параметры, что и как. И вот, может быть, можно устроить такой, это самое, сеанс психоанализа открытый. Как вообще это накладывается на это, и что нужно, и, так сказать, как вообще это все... Это возможно, в смысле, ну да, то есть попробовать понять, как это реально выразить. мне даже интересно, чтобы вы заранее не сговаривались, а чтобы прямо вот этот психоанализ происходил... Точно не будет времени заранее сговориться. На этом самом. Потому что, просто, ну вот, действительно, есть явно большая задача, явно хорошо распараллеливаемая, явно, так сказать, все происходит. на самом деле, мы вспомнили внезапно, что у нас 22 минут идет как встреча следующая. Да, да, да. Ну, наверное, те товарищи уже ушли. Хорошо. Все. Все тогда. Спасибо. Значит, через неделю в то же время в том же месте. Да, да. Леша, вы можете прийти? Хорошо. Который заказчик? А, я, я, да, через неделю скорее могу. Хорошо. Ладно, ладно, тогда, значит, это самое. Еще, Коля, может быть, ты объяснишь, что вы сделали с этим самым Никитой? Ну, это могу, да, если люди еще готовы что-то слушать. Нет, не полный доказатель, а тоже анонс, что это вы можете рассказать когда-нибудь. Да, наверное, осенью, так, скорее. А что, это вы все уже разъезжаетесь куда-то? Ну, не то, что разъезжаемся, но там сессия начинается и прочее. Да, а потом куда торопиться, может, мы еще что-нибудь сделаем. Но самое главное, мы поняли доказательства теоремы Гудмана-Штрауса в частном случае, очень так и частном. Но при этом возникает некоторое все-таки новое семейство замощений, отличное от этого самого, от, скажем, Робинсона замощений и от вашего с Дюраном Левиным. и в частности, вот, есть работа Николя Ланже, где он эту технологию применил, чтобы получить набор, а периодический набор квадратных плиток из 107 штук. Вот, просто он аккуратненько все сделал, общую эту самую теорию, воплотил в такой набор. Нет, а вы умеете делать то же самое там для большего квадрата или что? Ну, например, для квадрата 3 на 3 это проще всего объяснить, да. А Ланже объяснял, он объяснял, как это связано с общей теорией Гуденштрауса, или он просто излагал? Я слушал Тома, а не Ланже. Конечно, он объяснял сначала общую сверху. А нет, но Тома, да, вот он, я помню, что пытался объяснить общую. В общем, когда он нам рассказывал в Париже, мы ничего не поняли. и я до сих пор. Я сказала, что то, что он утверждает, совершенно тривиально. На самом деле, нет. Вот, это не тривиально, это некоторое содержательное, совсем непросто утверждение. А кроме, ну, мы поняли, то есть, я понял, ну, и Никита тоже Андресов понял, как, значит, ну, чисто комбинаторная часть доказывается, а еще есть там диаметрическая часть. Но, в этом мы еще не разбирались, но, похоже, и там все сходит. То есть, вообще, даже с произвольным разрезанием, самоподобным разрезанием, там, многоугольников, многоугольники, есть шанс разобраться и внятно это изложить все. Да, да, да. Это было бы большим достижением, потому что... То есть, наш или мой доклад можно воспринимать, как построение просто нового семейства замощений квадратными плитками периодического, забыв вообще про Гуднона-Штрауса, но замечательно, что это обобщается... Это как бы является вот часто, на самом деле, частным случаем общей конструкции, которая представляет большой самостоятельный интерес. да, да. Вот так. Ну, хорошо, ладно, тогда, значит, то самое. Ну, может, через две недели все-таки еще не все не разъедутся, но... Давай посмотрим, да. До свидания. Хорошо. Чуть-нибудь объявления есть в народе? Или... Или пока нет? Нет. Ну, ладно. Все, тогда спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Пока. Спасибо.